Илья Эренбург. «Люди. Годы. Жизнь». Книга пятая. Издательство «Художественная литература. Москва. 1966-1967 годы». Считает Игорь Мурашко. Годы, о которых мне предстоит рассказать, врезались в память каждого. Им посвящены прекрасные повествования Некрасова, Казакевича, Гроссмана, Пановой, Бергольц, Бека. Этот список, конечно, далеко не полный. Пусть читателя не удивит, что о некоторых важных событиях я упомяну вкратце или вовсе промолчу. Нет нужды повторять то, что уже хорошо сказано другими. Я говорил, что в мирное время у каждого человека свой путь, свои радости и горести. А война не только все рядит в одежду защитного цвета. Она не терпит и душевного многообразия. Перед нею отступают и возраст, и особенности характера, и биография. В годы войны я думал и чувствовал, как все мои соотечественники. Мне неохота повторять и себя, но, боюсь, это неизбежно. В длинном романе «Буря» много встреч, бесед, картин, переживаний связано с воспоминаниями автора. Я помню два ржевских дома. Их окрестили полковник и подполковник. На них часто глядела одна из героинь романа «Рая». Я видел Осипа в Минске, когда взрывались здания, заминированные немцами. Я был с Сергеем в Вильнюсе на кладбище Рос, и как доктор Крылов в Щеграх я ночевал у молодой женщины, которая жила с немецким офицером. Мне хотелось бы не столько восстановить события, сколько попытаться взглянуть на них сегодняшними глазами. Передо мной встают первые месяцы войны. Потом люди привыкли ко всему, сложился военный быт, а летом, осенью 1941 года города метались, скрипели, рушились, как деревья. Все было вновь и непонятно. Призывные пункты, расставания, задорные песни, слезы, дежурство на крышах, зловещие слухи, слово окружение, страшное, как чума или мор, длинные эшелоны, дороги, забитые беженцами, нарастающая тревога. В моей записной книжке даты и города. 27 июня Минск, 1 июля Рига, 10 июля Остров, 14 июля Псков, 17 июля Витебск, 20 июля Смоленск, 14 августа Кривой Рог, 20 августа Новгород, Гомель, Херсон, 26 августа Днепропетровск, 1 сентября Гатчина, Каховка, 13 сентября Чернигов, Ромны, 20 сентября Киев. Я записывал то, что узнавал в Красной Звезде. Сводки по большей части говорили о направлении. За три месяца мы потеряли территорию много большую, чем вся Франция. Теперь это страница истории. А тогда это было смертельным томлением. Затаив дыхание, мы ждали очередную сводку. Радиоприемники вскоре отобрали. Остались тарелки. И дважды в день тарелка с хрипом сообщала, что отделение сержанта Васильева уничтожило три вражеских танка, что пленные говорят о моральном разложении немецкой армии, что греческие или голландские патриоты приветствуют Красную Армию, и что мы отходим, все отходим и отходим. — Какие новости? — спрашивал я в редакции Карпова. Он отвечал, — направление Вяземское на Вязьму уже оставили. Понять что-либо было невозможно. Оставалось верить. И вместе с другими я верил наперекор сводкам, беженцами, женщинам с узлами, заполнившим московские улицы. Я встречал много людей, и старых друзей, и незнакомых, которые приходили в редакцию Красной Звезды, бывал в военных госпиталях, на аэродромах, ездил на фронт, беседовал с генералами и солдатами. Я помнил Первую мировую войну, пережил Испанию, видел разгром Франции, казалось, был ко многому подготовлен. Но, признаюсь, порой мною овладевало отчаяние. А люди помоложе недоуменно спрашивали, в чем дело? Им ведь говорили, что если враг сунет свое рыло в наш огород, то получит сокрушительный удар, что война будет протекать на чужой территории. И вот они увидели, как фашисты почти без остановки промчались от Бреста до Смоленска. В сводках повторялись те же слова, превосходящие силы противника. Они должны были многое объяснить, но они не объясняли главного. Почему же у немцев больше самолетов и танков? 3 июля рано утром мы слушали речь Сталина. Он, видимо, волновался. Слышно было, как он пил воду. Да и начал он непривычно. Назвал нас братьями и сестрами, друзьями. Сталин объяснял военной неудаче внезапности нападения. Говорил о вероломстве Гитлера. Одновременно он повторил, что благодаря германо-советскому пакту мы выиграли время и смогли подготовиться к обороне. Все слушали молча. Днем я ходил по городу. В Москве было жарко. Люди разговаривали на бульварах, в скверах, возле подъездов. На Пушкинской площади в витрине известий висела большая карта. Москвичи мрачно смотрели на нее, потом расходились по домам. Кто знает, сколько было в каждом из нас недоумения, горечи, тревоги. Но нам было не до исторических оценок. Фашисты рвались к Москве. По переулкам за Москворечье шагали ополченцы. Шагали нестройно, с одышкой, с гирями годов и недугов. Впрочем, в те дни мало кто думал о военной выправке. Как другие я переживал тревогу и как другие событиями был освобожден от сомнений. Никогда в жизни я так много не работал. Писал по три-четыре статьи в день. Сидел в Лаврушинском и стучал на машинке. Вечером шел в Красную Звезду, писал статью в номер, читал немецкие документы, радиоперехваты, редактировал переводы, сочинял подписи под фотографиями. По Красной Звезде я расскажу дальше. Сейчас я только хочу передать мое состояние. Я доказывал, что мы победим. В победу я верил не потому, что рассчитывал на наши ресурсы или на второй фронт, но потому, что очень хотел верить. Другого выхода ни у меня, ни у моих соотечественников тогда не было. Начали приходить телеграммы из-за границы. Различные газеты предлагали мне писать для них. Дейли Геральт, Нью-Йорк-Пост, Ла Франс, шведские газеты, американское агентство Юнайтед Пресс. Приходилось менять не только словарь. Для красноармейцев и для нейтральных шведов требовались различные доводы. Чуть ли не ежедневно я выступал по радио. И для советских слушателей, и для французов, чехов, поляков, норвежцев, югославов. Лазовский сказал мне, что Сталин придает большое значение работе для Америки и Англии. Совинформбюро начало устраивать радиомитинги, главным образом для Америки. Славянские, еврейские, женские, молодежные. На еврейском митинге выступил и я. Говорили Михоэлс, Эйзенштейн, Перецмаркиш, Бергельсон, архитектор Иофан, а также Капица и другие. Некоторых из выступавших или подписавших обращение восемь лет спустя арестовали только потому, что они входили в еврейский антифашистский комитет. В тот самый день ко мне пришел мой давний друг, польский поэт Броневский. Его незадолго до этого выпустили из тюрьмы. Он был мрачен, рассказывал, что пережил и передумал в заключении. Многим возмущался. Я говорил ему, что теперь нужно разбить фашистов. Он усмехался. Я это понял раньше тебя. Он говорил, что его судьба сидеть в тюрьме. Он это знает. Если разобьют немцев и освободят Польшу, то его там посадят. Но пусть посадят в польскую тюрьму не потому, что там лучше, а потому, что он поляк. Броневский был страстным и честным коммунистом. Я с ним встретился впервые в Варшаве при Пилсудском и подумал сразу. Вот настоящий интернационалист. Что-то в мире изменилось. Я еще не мог тогда этого сформулировать, но смутно чувствовал и понимал Броневского. Мы выросли на идеях 19 века. Ненавидели национальную ограниченность, верили, что граница доживает свой век. В годы Первой мировой войны все происходившее меня ошеломляло. Я искал разгадки у Декарта. А история никогда не посещала класс логики. В Испании я понимал горе народа, но там была гражданская война. Подвиг интербригадовцев как бы продолжал коммуну. Домбровского, Гарибальди. И вдруг я почувствовал, что есть очень важная и цепкая земля. Я сидел на Московском бульваре. Рядом сидела женщина с ребенком, некрасивая, печальная, с бесконечно знакомыми мне чертами. Она говорила, «Петенька, не шали, пожалей меня». Я понял, что она родная, что за Петеньку можно умереть. Идеи идеями, но есть и это. В конце июля начались бомбежки Москвы. После Мадрида и Барселоны они мне казались слабыми. Противовоздушная оборона работала хорошо. Но для москвичей они были вновь. У людей разные характеры. И они по-разному себя вели. Одни были спокойны, другие с непривычки пугались. Некоторые тащили в убежище мешки с барахлом. Обычно бомбежки заставали меня в красной звезде. В подвале особняка на Малой Дмитровке мы продолжали работать. Шутя мы называли этот погреб презрением к смерти. Когда я выходил рано утром и шел по улице Горького, я радовался. Все дома на месте. Архитектура этих домов мне никогда не нравилась. Но я глядел на них с нежностью, как на близких людей, вышедших живыми из боя. Как-то раз я вернулся ночью из редакции. Меня не хотели пропустить в Лаврушинский. Наш дом был оцеплен. Работали пожарники. И испугался, что с Любой и Ириной... Скорее я нашел их в переулке. Оказалось, небольшая бомба попала в наш корпус, и всех удалили из дома. 26 июля бомбежка застала меня у себя. Я писал статью. Поэт Сельвинский был контужен воздушной волной. Помню его крик. Бомба разорвалась близко. На Якиманке. Однажды я был на пресс-конференции. Лазовский показывал иностранным корреспондентам немецкие документы о подготовке химической войны. Завыли сирены. И я оказался в убежище с американским писателем Колдуэлом и его женой. Мы разговаривали. Несколько часов прошли незаметно. Когда дали отбой, я пошел домой с Петровым. Мы шли по Никольской. Видели, как из-под обломков дома вытаскивали тела убитых. Вдалеке ржели отцветы пожаров. Еще в первые дни войны Лазовский собрал писателей, говорил о важности газетной работы. Некоторые тогда ему сказали, что нужно отказаться от штампов, предоставить писателям возможность говорить с читателями своим голосом. Лазовский многое понимал. Но у него были ограниченные возможности. Решал Щербаков. В моей записной книжке несколько строк посвящены длинному и трудному разговору с Александром Сергеевичем. Это было 3 сентября. Когда я сказал, что штампованные статьи люди читают равнодушно, Щербаков ответил. Зажирели до войны. Потом разговор перешел на союзников. Щербаков сказал, что я должен ежедневно писать для Запада. Я заметил, что мои статьи в Соинформбюро режут или вовсе задерживают. Он рассердился. А вы не оригинальничайте. В другое время такой разговор меня обескуражил бы. Но я продолжал работать. Мне было не до сомнений. Наверное, такие минуты переживали тогда многие. Одни в тылу, другие на фронте, сталкиваясь с беспорядком, ограниченностью, несправедливостью. Никто, однако, не останавливался на наших пороках, не прерывал своей работы, борьбы. Жертвовали все и всем. Горше времени, кажется, не придумаешь, а люди его пережившие вспоминают о нем с гордостью. Писатели долго, разумеется, не по своей воле, обходили первые месяцы войны молчанием, начиная повествование с контрнаступления в декабре 1941 года. А между тем все было решено именно в первые месяцы. Тогда народ показал свою душевную силу. Конечно, были растерянности, паника. Много раз я слышал жесткое слово «доигрались». Я был в деревне Афонина на Брянском фронте. Ее на короткий срок отбили у немцев. Колхозница поила водой бойцов и серьезно им доказывала, что сопротивляться глупо. У немцев порядок. Приехали на машинах, аккуратно одеты. Даже солдаты получают шоколад. Кто-то из солдат выругался. Были и такие, что сочувственно вздыхали. В октябре хлеб стоял неубранный. Эвакуация часто проходила беспорядочно. Немецкие танки прорывались в бреши, неслись на восток. Порой местные власти беспечно отвечали, нечего панику разводить. А несколько часов спустя уезжали. Аппарат был громоздким, с винтиками и колесиками. В мирное время он плохо ли, хорошо ли работал. А осенью 1941 года требовалось другое, инициатива, чувство личной ответственности, гражданское вдохновение. Помню речь Сталина в ноябре 1941 года. Меня резанули слова о перепуганных интеллигентиках. Конечно, были и среди интеллигенции люди растерявшиеся, но уж никак не больше, чем в других слоях населения. Не знаю, почему Сталин еще раз выбрал нашу интеллигенцию, как козла отпущения. Интеллигенция была с народом. Сражалась на фронте, работала в санбатах, на военных заводах. Напомню о писателях. С первого дня почти все делали, что могли. Гайдар, Крымов, Лапин, Хацревин, Петров, Ставский, Уткин, Вишневский, Гроссман, Симонов, Твардовский, Кирсанов, Сурков, Лидин, Габрилович и многие другие сразу уехали на фронт. Все мы хлебнули горе не только потому, что армия Гитлера была действительно сильной, но и потому, что видели, как тяжело сказались на обороне предвоенные годы, бахвальство, фимиам и окрики, бюрократизм, а главное страшные потери, нанесенные до войны командному составу Красной Армии, да и всем интеллигентикам. Я просмотрел комплекты старых газет с июля по ноябрь 1941 года. Имя Сталина почти не упоминалось. Впервые за долгие годы не было ни его портретов, невосторженных эпитетов. Дым близких разрывов прогнал дым кадильниц. Значит, и Сталин понял, что ему нужно потесниться. Одни знали, что защищают Октябрьскую революцию от тупого жестокого фашизма, другие думали о родном домике, но народ держался, сражался, и вместе с народом шла в бой советская интеллигенция. Иностранцы ломали себе голову, хотели разгадать, откуда у русских столько выдержки. Были такие, что отделывались по шпаргалке, русским мистицизмом, долготерпением, фатализмом Востока. После контрнаступления под Москвой один американский журналист говорил мне, «Никакой загадки тут нет, вас спасли размеры территории». На первый взгляд это казалось убедительным, но меня не убедило. Я помнил, как в Испании фашисты, почти не останавливаясь, прошли от Кадикса до предмессии Мадрида и неожиданно для себя натолкнулись на яростное сопротивление. Будь Москва ближе к Бресту, декабрь мог бы приключиться в сентябре или в октябре. Кумню беседовал с Колдуэллом во время бомбежки. Он спрашивал, хотел понять, говорил, что, видимо, сильна привязанность к родной земле. Я ему отвечал, что мы привязаны и к русской земле, и к советскому строю, хотя жилось нам трудно. О всех трудностях Колдуэлу я тогда не мог сказать, мешала гордость. Но наши люди многое знали и шли на смерть не потому, что им приказывали. Когда смерти рядом, одной дисциплины мало, нужно самопожертвование. С точки зрения военного историка, первые месяцы выглядят достаточно мрачно. Небольшие успехи наших войск у Ельни, у Брянска не могли уравновесить немецких побед, захвата врагом огромной территории, окружения наших крупных соединений. Но я не терял надежды. Под Брянском я увидел наши слабые и сильные стороны. Было много беспорядка, хромала связь, немецкие танки безнаказанно прорывались вперед, да и в небе противник был куда сильнее. Но люди сражались, даже зная, что они обречены, и немцы несли большие потери. Под Брянском я познакомился с генералом Еременко. Он беседовал с пополнением, не обстрелянными юнцами. Говорил хорошо, по-человечески. Признавался, что сначала всем страшно, нужно взять себя в руки. Рассказал бойцам, что в детстве он был пастухом. Там же я встретил одного из испанцев, танкиста генерала Петрова. Он усмехнулся. Помнишь? Та же картина. Только здесь, думаю, выстоим. Мы сидели в избе. Изможденная крестьянка цикала на ребенка. Тише! Генерал думает. По дорогам скрипели повозки. Немцы пикировали. И снова я увидел мать, которая голосила над убитым мальчиком. Было много горя. Очень много. Но как это ни странно, люди в те месяцы были добрее друг к другу. Я ничего не хочу идеализировать. Это сущая правда. Люди, которые в мирное время ругались между собой в коммунальных квартирах из-за отодвинутой кастрюли или у прилавков из-за отреза на костюм, теперь делились ломтем хлеба, помогали нести детей. На Волге я видел пожилого машиниста. Он вел состав 72 часа подряд. Рассказывал, что когда одолевал сон, останавливал поезд и тер лицо снегом. Он удивился моему удивлению. А как же? Теперь иначе нельзя. Ко мне в красную звезду пришла старая еврейка из Винницы. Рассказала, какие удалось уйти. Она прошла 100 километров пешком. Потом ее взяли на грузовик. И вот она несла чужого ребенка. Родители немца убили. Из Орла вывозили музей Тургенева. И директор музея на всех станциях молил, чтобы не отцепили вагон с музейными экспонатами. Люди сердились. Да кому нужна эдакая рухлядь? В вагоне стоял старый, пробирявленный диван. Директор в сотый раз объяснял, что это диван-самосон. Так его прозвал Иван Сергеевич. Люди смягчались. Вези. Все это, я рассказываю, не связано. Я написал Борю. Там был план, сюжет. А сейчас, когда я вспоминаю эти месяцы, слезы подступают к горлу. Уж очень тяжело было людям. Право они этого не заслужили. Немцы быстро продвигались к Москве. Одна маленькая девочка сказала матери, «Мамочка, да роди ты меня обратно». Красную звезду перевели в подвал театра Красной Армии. Сказали, что там спокойнее под землей. Кругом театра были ямы, даже рвы. А ночи были темными. Я упал, расшибся. Статью в номер все же написал. Что скрывать, настроение было отвратительное. Но людям необходимо посмеяться. И однажды нас развеселил Богатырев, ученый-словист. Я с ним подружился еще в Праге в двадцатые годы. Он разбирался куда лучше в старом чешском фольклоре, нежели в карте военных операций. Он ходил громко, как еж. Топ, топ. Топ, пришел утром чрезвычайно веселый. Сказал, что немцев скоро разобьют. Люба спросила, откуда у него такие радужные сведения. Петр Григорьевич объяснил. Я ехал к вам. И кто-то, не просто, а военный, сказал, что армия Гудерьяна подходит к Москве. Много танков. Значит, немцев прогонят. Богатырев решил, что Гудерьян армянин. Мы долго смеялись, а Петр Григорьевич помрачнел. Но в таком случае здесь нет ничего смешного. К середине октября в нашем доме в Лаврушинском переулке мало кто остался. Я не хотел уезжать. Вдруг позвонил Петров. Приказ Щербакова эвакуировать информбюро и группу писателей, которая при нем состоит. Суматохи первых месяцев меня забыли ввести в Штаты. Редактор «Красной звезды» считал меня своим. А Щербаков говорил, что я должен работать для заграницы. Важнее всего, чтобы я посылал статьи через информбюро. Щербаков был секретарем ЦК. И спорить с ним не приходилось. На Казанском вокзале происходило бог весь что. Впрочем, чума повсюду чума. А я уже видел Барселону и Париж. У меня пропал ручной чемоданчик с рукописью последней части падения Парижа. Потом я огорчался, а тогда думал о чем угодно, только не о литературе. Горевал, что пропала бритва. Как я буду бриться? Повезли нас в пригородном вагоне. Было очень тесно. Трудно повернуться. А ехали мы до Куйбышева пять дней. Состав был длинный. В спальном вагоне разместились дипломаты, в другом вагоне работники Коминтерна. Среди них Долорес Раймонда Гео. На остановках дипломаты штурмовали буфеты. Жена Ярославского, глядя на неубранный хлеб, то плакала, то ругалась. Петров пробовал острить. Даже у него ничего не выходило. Афиногенов слух доказывал самому себе, что все в порядке. На какой-то заваленной беженцами станции мы услышали сводку. Враг прорвал линию обороны и приближается к Москве. В Куйбышеве мы переночевали у редактора газеты «Волжская коммуна». Потом несколько дней прожили в общежитии Гранд Отеля. Оттуда нас выселили. Англичане потребовали места для горничных посольства. Меня приютил на ночь Сурец. Мы почти до утра проговорили. Он не мог удержаться. Говорил, что Сталина предупреждали много раз о готовящемся нападении, что он не знает, как живет страна, а его обманывают. Потом Яков Захарович вынул из чемодана рисунок Родена, прислонил его к спинке кровати и, забыв про все на свете, требовал, чтобы я восхищался. Я писал статьи в коридоре здания, где разместились наркоменделы Совинформбюро. Машинку ставил на ящик. Потом мы получили жилье. В соседней комнате жили приехавшие из фронта Гроссман и Габрилович. Я поставил машинку на чемодан и продолжал стучать. Иностранные корреспонденты изводили меня жалобами. Почему их не пускают на фронт? Почему привезли в Куйбышев и говорят, что нужно помечать телеграммы Москвой? Они жили в Гранд Отеле. Много пили. Порой угощали Петрова и меня виски или водкой. Они считали, что через месяц-другой Гитлер завоюет всю Россию. Утешали себя и нас тем, что борьба будет продолжаться в Египте или в Индии. Когда пришли известия о нападении японцев на Перл-Харбор, американцы в Гранд Отеле подрались с японскими журналистами. Афиногенова вызвали в Москву. Там он сразу погиб при бомбежке. Мы не знали, как рассказать об этом его жене Дженни. Уманский описывал Америку. И от его рассказов становилось неуютно. Литвинов перед отъездом в Вашингтон за ужином добродушно сказал мне «Боюсь, будет плохо». Почему, он не объяснил. Все-таки он был куда больше дипломатом, чем сурец. Умел вовремя замолкать. В начале декабря я был возле Саратова на параде армии генерала Андерса, образованной из военнопленных поляков. Приехал Сикорский, его сопровождал Вышинский. Не знаю, почему для такой оказии выбрали именно Вышинского. Может быть, потому что он был польского происхождения. А я вспоминал его на процессе в роли прокурора. Он чокался с Сикорским и сладко улыбался. Среди поляков было много людей угрюмых, озлобленных пережитым. Некоторые не могли удержаться. Признавались, что нас ненавидят. Я понимал, что эти не смогут перешагнуть через прошлое. Сикорский и Вышинский называли друг друга союзниками, а за любезными словами чувствовалась неприязнь. В Саратове играл МХАТ. Ставили три сестры. Вершинин на сцене говорил «Через двести-триста лет жизнь на Земле будет невообразимо прекрасной, изумительной». Все слушали и вздыхали. Я настаивал, чтобы мне разрешили вернуться в Москву. Лазовский отвечал «Через неделю все прояснится, пока что нужно работать». Я сидел и писал по пяти статей в день. Редактор «Красной звезды» генерал Ортенберг, он же Вадимов, сразу решил меня прикрепить к своей газете. Говорил, что фронтовикам нравятся мои статьи. Однажды, это было еще в июле, он сказал, что я должен написать передовую. Я попытался возразить. Вот этого я не умею. Он ответил, на войне нужно все уметь. Два часа спустя я принес ему статью. Он начал читать и рассмеялся. А смеялся он очень редко. Да и не было в статье ничего веселого. Какая же это передовица? С первой фразы видно, кто написал. Оказалось, что передовые нужно писать так, чтобы все слова были привычными. Ортенберг подписал под статьей мое имя. Пойдет на третьей полосе. Может быть, фронтовикам нравились мои короткие статьи именно потому, что они не походили на передовицы. А может быть, потому что мне порой удавалось выразить частицу того, что люди тогда чувствовали. Обычно война приносит с собой ножницы цензора, а у нас первые полтора года войны писатели чувствовали себя куда свободнее, чем прежде. Вот несколько фраз из моих статей того времени. Враг наступает. Враг грозит Москве. У нас должна быть только одна мысль — выстоять. Вероятно, мы сможем исправить наши недостатки, но и со всеми нашими недостатками мы выстоим. Может быть, врагу удастся еще глубже врезаться в нашу страну. Мы готовы и к этому. Мы не сдадимся. Мы перестали жить по минутной стрелке от утренней сводки до вечерней. Мы перевели дыхание на другой счет. Мы смело глядим вперед. Там горе и там победа. Многие у нас привыкли к тому, что за них кто-то думает. Теперь не такое время. Теперь каждый должен взять на себя всю тяжесть ответственности. Не говори, что кто-то за тебя думает. Не рассчитывай, что тебя спасет другой. Плохо ли, хорошо ли, но мы жили у себя дома. Немцы несут гибель всем. Мы многого не понимали. У нас были седые люди с душой младенца. Теперь у нас и дети все понимают. Мы выросли на сто лет. Не знаю, почему Щербаков обвинил меня в оригинальничании. По фразам, которые я переписал, видно, что в моих статьях не было никаких оригинальных мыслей. А фронтовики их читали, видимо, с охотой. Каждый день я получал много писем от солдат и офицеров. Я писал тогда в газете «Литература и искусство». Придет время для войны и мира. Теперь у нас война без кавычек. Не роман, а жизнь. Писатель должен уметь писать не только для веков, но и для короткой минуты, если в эту минуту решается судьба его народа. В мирное время каждому писателю хочется, как и композитору, услышать нечто еще невнятное другим. Это не всегда удается. Чаще писатель оказывается в роли музыканта, облюбовавшего тот или иной инструмент. Бывают, однако, времена, когда писатель только инструмент, труба или свирель, который находит на дороге, которая звенит потому, что в нее врывается дыхание других. 16 сентября в редакции я прочитал очерк Лапина и Хацревина, переданный из Киева по телефону. Они писали, что немцы подошли вплотную к городу, но киевляне не унывают, как всегда многолюден и шумен крещатик, по утрам его поливает из шлангов, моет, скребут. Начались занятия в школах, во всех переулках баррикады, очередь у кассы цирка. Четыре дня спустя по крещатику шагали немцы. Лапин и Хацревин уехали на фронт еще в июне. В августе они приехали в Москву. Хацревин заболел. Редакция «Красной звезды» торопила, и через неделю они снова уехали в Киев. В начале сентября Лапин позвонил из Киева, шутил, говорил, что скоро, наверное, увидимся. В 1932 году я познакомился со многими молодыми писателями Лапиным, Славиным, Борисом Левиным, Габриловичем, Хацревиным. Мы говорили о новых формах, о роли очерка, о романтике, о путях нашей литературы. Лапин подарил мне свою книгу «Тихоокеанский дневник». Она мне понравилась свежестью и вместе с тем мастерством. Заинтересовал меня и автор. С виду он походил на скромного молодого доцента, на человека сугубо книжного, а в действительности колесил по миру, охотно меняя письменный стол на палубу, юрту, барак пограничника. Все книги Лапина были поисками нового жанра. Фантастику он выдавал за историческую хронику. Очерки писал как новеллы, старался стереть грань между сухим протоколом и поэзией. Это было связано с душевной природой автора. Лапин читал труды историков и экономистов, филологов и ботаников, а любил он больше всего поэзию. Я рассказал в одной из предшествующих частей этой книги, как Ирина мне сообщила, что вышла замуж за Лапина. Я был в Испании, когда нам дали квартиру в писательском доме в Лаврушинском переулке. Мы прожили вместе полгода в 1937-1938, потом последний предвоенный год. Это немного, но время было такое, что люди, кажется, в один присест съедали под соли. Я узнал и полюбил Бориса Матвеевича. Когда началась революция, Лапину было 12 лет. Отец его был врачом и, отправившись на фронт гражданской войны, взял сына с собой. Мать уехала за границу. Семнадцатилетним подростком Лапин выпустил сборник стихов, задорных и сумасбродных. В них были и возраст автора, и противоречия эпохи. Он увлекался старыми немецкими романтиками и китайской революцией, космосом и словообразованиями, ходил на бурные литературные диспуты, мечтал об Индии. Вскоре он перешел на прозу, но стихи продолжали притягивать его к себе. В различные книги он включал свои стихотворения, выдавая их за переводы старых таджикских поэтов, чукотских заклинаний, японских танок, американских песенок. У Ирины сохранился старый документ. Предъявитель всего удостоверения действительно является товарищем Бури, сыном Мустафа Куля, туземцем аджеристанского велоета, который явился в 1927 году, 11 мая, по приказу Советского государства для производства всеобщей переписи и в течение девяти дней нанес на бумагу все население Язгуломской общины, а теперь возвращается своим путем, для чего товарищу Бури, сыну Мустафа Куля, и выдано настоящее удостоверение. Товарищ Бури, сын Мустафа Куля, был 22-летним Борисом Матвеевичем Лапиным, который то верхом, то на Орбе, продвигался поселением Памира в ватном цветном халате и в афганских остроносых туфлях. Он изучал таджикский язык и забыл о Гофмане, увлеченной древней персидской поэзией. Год спустя Лапин отправился на Чукотку, поступил на службу в пушную факторию, жил среди чукчей, изучал их язык. Чукчи звали его ласково Тиндлилякай, что означало «очкастенький». Он побывал на Аляске, на Курильских островах, вернулся в Москву, написал книгу и мог бы превратиться в нормального столичного литератора. Но он искал любую возможность, чтобы повидать новые земли и новых людей. Он отправился с экспедиции геоботаников в Среднюю Азию и с экспедиции археологов в Крым. Нанялся штурманом на пароход Чичерин, увидел Турцию, Александрию. Дважды его посылали в Монголию. В 1939 году он вместе с Хацревиным работал военным корреспондентом красной звезды на Халхинголе. Этот перечень путешествий и профессий может сбить с толку. Он похож на послужной список любителя похожений. Однако меньше всего Лапин напоминал туриста, падкого на экзотику. Он входил в будничную жизнь Памира или Чукотки, выполнял любую работу, быстро начинал говорить на языке местных жителей, находил в их характере, в их обычаях нечто ему милое и родное. Языки ему давались легко. В нем жила страсть лингвиста. Он читал на немецком и на фарси, на английском и на языках народов Севера. Знал сотни китайских иероглифов. Перед войной и по вечерам мы сидели в соседних комнатах и слушали радио. Иногда я возвращался поздно домой, заходил к нему, чтобы спросить, какие новости передавали из Лондона. Оказывалось, что он увлекся и слушал передачи на языках, которых не знал. Радовался, что многое понял из сообщений на сербском языке или на норвежском. Его увлекали корни слов. В этом он тоже оставался поэтом. При всех навыках бродячей жизни он был очень трудолюбив. Я вижу его за рабочим столом. Над белым листом он мог просидеть несколько часов, чтобы найти точное сравнение, нужное слово. Иногда он писал сценарий или очерк вместе со своим другом Хацревиным, которого мы шутливо звали Хацем. Хацревин написал хорошую книгу Тегеран. У него была фантазия, а мешала ему лень. Он ложился на кровать, иногда говорил «не то» или «здесь нужно дать пейзаж». Лапин прилежно писал. Борис Матвеевич принадлежал к первому поколению интеллигенции, сложившемуся уже в советское время. Многое из того, что меня удивляло, восхищало или отталкивало, ему казалось естественным. Настал 1937 год. Моим сверстникам, Мандельштаму, Полустовскому, Пастернаку, Федину, Бабелю было за 40. Мы многое успели написать, а главное — продумать. Лапина и писатели его поколения события настигли врасплох. Начинали подумывать о зрелых книгах. Им было куда труднее, чем нам, старшим. Они только-только распрощались с молодостью. Борис Матвеевич был человеком мужественным. Помню, генерал Вадимов, ругая некоторых сотрудников газеты, говорил «Вот за Лапина и Хацревина я спокоен. Эти не будут отсиживаться в штабах. Я их видел у Халхингола». Да, Борис Матвеевич любил опасность. Но когда в 1937 году начали бесследно исчезать друзья, товарищи, знакомые, он душевно сжался. Был он любознательным, общительным. И новая наука далась ему с трудом. Он научился не спрашивать и не отвечать. Он и прежде разговаривал негромко, а в то время начал говорить еще тише. Порой он шутил с Ириной, со мной, а когда снимал очки, я видел в его глазах грусть и недоумение. Однажды, это было в начале 1938 года, я зашел в его комнату. Он писал. Почему-то мы заговорили о литературе, о том, что теперь делать писателям. Борис Матвеевич, улыбаясь, говорил, «Я пишу о пустыне Гоби». Когда я писал Тихоокеанский дневник, «Подвиг», я выбирал темы, писал, как жил. Теперь иначе. Мне очень хотелось бы написать про другую пустыню, но это невозможно. А нужно работать, иначе еще труднее. Время, о котором я говорю, было для Лапина особенно тяжелым. Он страдал от перерождения человеческих взаимоотношений. Он был человеком на редкость верным, больше всего его ранило недоверие, пренебрежение дружбой, стремление некоторых, тщетное, спастись любой ценой. Почти каждый вечер к Лапину приходил Хацревин. Человек обаятельный и странный. Он был внешне привлекательным, нравился женщинам, но боялся их, жил бобылем. Меня в нем поражали мягкость, мечтательность и мнительность. Почему-то он скрывал от всех, даже от Бориса Матвеевича, что болен эпилепсией. В августе Лапин уговаривал его остаться на месяц-другой в Москве, но Хацревин хотел скорее вернуться на фронт. Я рассказывал, как в один из последних вечеров мы читали в переделкине роман Хемингуэя. Вдали лаяли зенитки. Иногда мы откладывали листы рукописи, и Борис Матвеевич рассказывал про все, что видел на фронте. Про геройство, беспорядок, отвагу, растерянность. Ему ведь пришлось пережить отступление первых недель. Почему-то мы вспомнили тридцать седьмой. Лапин сказал, знаете, все-таки теперь легче. Все как-то стало на место. Мы снова читали. Поглядев на него, я подумал, что сам того не замечая, к нему привязался. А когда мы возвращались в Москву, он сказал, вот кончится война, наверное, многие напишут настоящие книги, как Хемингуэй. Той книге, о которой он мечтал, он написать не смог. Лапин и Хацревин вместе с армией ушли из Киева в Дарницу, дошли до Борисполя. Немцы окружили наши части. Некоторым удалось выйти из окружения. От них мы потом узнали про судьбу Лапина и Хацревина. Нельзя было терять ни минуты, а Хацревин лежал, у него был очередной припадок. Лапин не захотел оставить друга. Скорее немцы близко, сказал ему один корреспондент. Борис Матвеевич ответил, у меня револьвер. Это последние его слова, которые до меня дошли. Ирина долго надеялась на чудо. Во время войны неизбежно рождаются мифы. Приходили люди, которые якобы видели Лапина то на одном, то на другом фронте. Перед отъездом в Киев Борис Матвеевич переписал начисто свои старые стихи. Может быть, и возле Борисполя он еще слушал в звучании слов недописанные строфы. Он был поэтом, стыдливый, не выдававший своих чувств, очкастенький, как говорили чукчи, снецходительный ко всем, только не к себе. Мне вспомнились сейчас строки таджикского поэта десятого века «Рудаки», переведенные очень давно Лапиным. «И много пустынь разбито под пышный цветущий сад, и часто увидишь пустыню, где сад золотой был». 9 мая 1945 года был праздник. Пустыня войны кончилась. Но в жизни почти каждого из нас была новая пустыня, та, что никогда не зазеленеет. Память о близких. Разговаривая с бойцами в первые месяцы войны, я-то испытывал гордость, то доходил до отчаяния. Конечно, мы были вправе гордиться тем, что советские учителя воспитывали детей и подростков в духе братства. Но мы сдавали за городом город. А я не раз слышал от красноармейцев, что солдат противника пригнали к нам капиталисты и помещики, что кроме Германии и Гитлера существует другая Германия, что если рассказать немецким рабочим и крестьянам правду, то они побросают оружие. Многие в это искренне верили, другие охотно к этому прислушивались. Немцы стремительно продвигались вперед, а человеку всегда хочется на что-то надеяться. Люди, защищавшие Смоленск или Брянск, повторяли то, что слышали сначала в школе, потом на собраниях, что читали в газетах. Рабочий класс Германии силен. Это передовая индустриальная страна, правда, фашисты, поддерживаемые магнатами Рура и социал-предателями, захватили власть, но немецкий народ против них, он продолжает бороться. Конечно, говорили красноармейцы, офицеры-фашисты, наверное, и среди солдат попадаются люди, сбитые с толку, но миллионы солдат идут в наступление только потому, что им грозит расстрел. Наша армия в первые месяцы не знала подлинной ненависти к немецкой армии. На второй день войны меня вызвали в Пур и попросили написать листовку для немецких солдат. Говорили, что фашистская армия держится на обмане и на железной дисциплине. Тогда и многие командиры еще возлагали надежды на листовки и громкоговорители. Листовок было много, казалось бы, убедительных, а немцы продолжали продвигаться вперед. Может быть, и я разделял бы иллюзии многих, если бы в предвоенные годы жил в Москве и слушал доклады о международном положении. Но я помню Берлин 1932 года. Рабочих на фашистских собраниях. В Испании я разговаривал с немецкими летчиками, пробыл полтора месяца в оккупированном Париже. Я не верил в громкоговорители и листовки. Редкие пленные, главным образом танкисты, которых я видел в первые месяцы войны, держались самоуверенно, считали, что с ними приключилась неприятность, но что не сегодня-завтра их освободят наступающие части. Один даже предложил командиру полка сдаться на милость Гитлера. Я гарантирую всем вашим солдатам жизнь и хорошее содержание в лагере для военнопленных, а к Рождеству война кончится и вы вернетесь домой. Среди этих военнопленных были рабочие. Правда, после неудачи под Москвой я впервые услышал от перепуганных пленных Гитлер-капут, но летом 1942 года, когда немцы двинулись на Кавказ, они снова уверовали в свою непобедимость. На допросах пленные держались осторожно, боялись и русских, и своих товарищей. А если и попадались солдаты, искренне ругавшие Гитлера, то это были главным образом крестьяне из глухих деревень Баварии, католики, отцы семейств. Настоящий перелом начался только после Сталинграда, да и то до лета 1944 года сотни миллионов листовок приносили мизерное количество перебежчиков. В начале войны у наших бойцов не только не было ненависти к врагу. В них жило некоторое уважение к немцам, связанное с преклонением перед внешней культурой. Это тоже было результатом воспитания. В 20-е и 30-е годы любой советский школьник знал, каковы показатели культуры того или иного народа. Густота железнодорожных сетей, количество автомашин, наличность передовой индустрии, распространенность образования, социальная гигиена. Во всем этом Германия занимала одно из первых мест. В вещевых мешках пленных красноармейцы находили книги и тетради для дневников, усовершенствованные бритвы, а в карманах фотографии, замысловатые зажигалки, самопишущие ручки. Культура! Восхищенные и в то же время печально говорили мне красноармейцы пензенские колхозники, показывая немецкую зажигалку, похожую на крохотный револьвер. Помню тяжелый разговор на переднем крае с артиллеристами. Командир батареи получил приказ открыть огонь по шоссе. Бойцы не двинулись с места. Я вышел из себя. Один не ответил. Нельзя только делать, что полить по дороге, а потом отходить. Нужно подпустить немцев поближе, попытаться объяснить им, что пора образуемся восстать против Гитлера. И мы им в этом поможем. Другие сочувственно поддакивали. Молодой и на вид смышленый паренек говорил, а в кого мы стреляем? В рабочих и крестьян. они считают, что мы против них, мы им не даем выхода. Конечно, самым страшным было в те месяцы превосходство немецкой военной техники. Красноармейцы с бутылками шли на танки. На меня не менее страшили благодушие, наивность, растерянность. Я помнил странную войну, торжественные похороны немецкого летчика, рев громкоговорителей. Война страшное, ненавистное дело, но не мы ее начали, а враг был силен и жесток. Я знал, что мой долг показать подлинное лицо фашистского солдата, который отменной ручкой записывает в красивую тетрадку кровожадный суеверный вздор о своем расовом превосходстве. Вещи бесстыдные и свирепые, способные смутить любого дикаря. Я должен был предупредить наших бойцов, что тщетно рассчитывать на классовую солидарность немецких рабочих, на то, что у солдат Гитлера заговорит совесть, не время искать в наступающей вражеской армии добрых немцев, отдавая на смерть наши города и села. Я писал «Убей немца». Статья, которую я назвал «Оправдание ненависти» и которая была написана в очень трудное время, летом 1942 года, я говорил «Эта война не похожа на прежние войны». Впервые перед нашим народом оказались не люди, но злобные и мерзкие существа, дикари, снабженные всеми достижениями техники, изверги, действующие по уставу и ссылающиеся на науку, превратившие истребление грудных младенцев в последнее слово государственной мудрости. Ненависть не далась нам легко. Мы ее оплатили городами и областями, сотнями тысяч человеческих жизней. Но теперь мы поняли, что на одной земле нам с фашистами не жить. Конечно, среди немцев имеются добрые и злые люди, но дело не в душевных качествах того или иного гитлеровца. Они убивают, потому что уверовали, что на земле достойны жить только люди немецкой крови. Наша ненависть к гитлеровцам продиктована любовью к родине, к человеку, к человечеству. В этом сила нашей ненависти, в этом и ее оправдание. Сталкиваясь с гитлеровцами, мы видим, как слепая злоба опустошила душу Германии. Мы далеки от подобной злобы. Мы ненавидим каждого гитлеровца за то, что он представитель человека ненавистнического начала, за то, что он убежденный палач и принципиальный грабитель, за слезы вдов, за омраченное детство сирот, за тоскливые караваны беженцев, за вытоптанные поля, за уничтожение миллионов жизней. Мы сражаемся не против людей, а против автоматов, которые выглядят как люди. Наша ненависть еще сильнее от того, что с виду они похожи на человека, что они могут смеяться, могут гладить собаку или коня, что в своих дневниках они занимаются самоанализом, что они загримированы под людей, под культурных европейцев. Не о мести мечтают наши люди. Не для того мы воспитали наших юношей, чтобы они не зашли до гитлеровских расплат. Никогда не станут красноармейцы убивать немецких детей, жечь дом Гетте в Вейморе или библиотеку Марбург. Месть это расплата той же монетой, разговор на том же языке, но у нас нет общего языка с фашистами. Мы радуемся многообразию и сложности жизни, своеобразию народов и людей. Для всех найдется место на земле, будет жить и немецкий народ, очистившись от страшных преступлений гитлеровского десятилетия. Но есть предел и у широты я не хочу сейчас ни говорить, ни думать о грядущем счастье Германии, освобожденной от Гитлера. Мысли и слова неуместны, да и неискренни, пока на нашей земле бесчинствуют миллионы немцев. Я прочитывал ежедневно немецкие газеты, военные приказы, дневники и письма немецких солдат. Мне нужно было показать духовное убожество фашистов, показать точно, документально. На войне человеку хочется порой улыбнуться. Я не только обречал солдат Гитлера, я над ними и посмеивался. Кажется, одним из первых я пустил в ход прозвище Фриц. Вот название некоторых коротких статей. Я писал каждый день. Фриц-философ, Фриц-нарцисс, Фриц-блододей, Фриц-шмоллингсе, Фриц-мистик, Фриц-литератор и так далее. Десятки, сотни. Впервые я увидел ненависть к врагу, когда наши части при контрнаступлении под Москвой заняли сожженные немцами деревни. У головешек грелись женщины, дети, красноарвейцы ругались или злобно молчали. Один со мной разговорился, сказал, что ничего не может понять, он считал, что города бомбят, потому что там начальство, казармы, газеты, но зачем немцы жгут избы, ведь там бабы, дети, а на дворе стужа. В Волоколамске я долго глядел на виселицу, сооруженные фашистами. Глядели на нее и бойцы. Так рождалось новое чувство, и это предрешило многое. Война, начатая фашистской Германии, не походила на прежние войны. Она не только губила и калечила тела, она искажала душевный мир людей и народов. Гитлеровцам удалось внушить миллионам немцев пренебрежение к людям другого происхождения, лишить солдат моральных тормозов, превратить аккуратных, честных, работящих обывателей в факельщиков, сжигающих деревни, устраивающих охоту на стариков и детей. Прежде в любой армии встречались садисты или мародеры. Война не школа морали. Но Гитлер вовлек в массовое зверство не только эстэсовцев, гестаповцев, профессиональных или самодеятельных палачей, а всю свою армию связал десятки миллионов немцев круговой порукой. Я вспомнил одного белобрысого на вид добродушного немца. До войны он работал мастером в Дюссельдорфе. У него там была семья. Он бросил русского младенца в колодец, потому что страдал бессонницей. Принял несколько таблеток люминала, а ребенок не давал ему уснуть. Я держал в руках мыло со штампом чисто еврейское мыло. Его изготовляли из трупов расстрелянных. Да что вспоминать, это описано в тысячах книг. Русский человек добродушен. Его нужно очень обидеть, чтобы он рассверепел. В гневе он страшен, но быстро отходит. Однажды я ехал на виллесе к переднему краю. Меня попросили среди пленных отыскать эльзасцев. Шофер был белорусом. Незадолго до этого он узнал, что его семью убили немцы. Навстречу вели партию пленных. Шофер схватил автомат, я едва успел его удержать. Я долго разговаривал с пленными. Когда мы ехали назад на КП, шофер попросил у меня табаку. С табаком тогда было плохо, накануне раздавав в штабе дивизии две пачки, я одну отдал водителю. Где же твой табак? Он молчал. Наконец ему пришлось признаться. Пока вы разговаривали с вашими французами, фрицы меня обступили. Я спросил, есть ли среди них шоферы. Двое шоферов было, я им дал закурить. Здесь все начали клянчить. Одно из двух или пускай всех убивает, а если нельзя, так курить человеку нужно. Это было в 1943 году. А год спустя возле Минска в Тростенце, где гитлеровцы убивали женщин, детей, я снова убедился в отзывчивости наших людей. Наши солдаты злобно ругались, говорили, что не нужно никого брать в плен. Рядом в лесочке держалась группа немцев. Привели одного пленного пехотинца. Майор попросил меня быть переводчиком. Когда пленного спросили, много ли солдат в лесу, он ответил, что ему трудно говорить, его мучает жажда. Ему принесли в кружке воды. Он поморщился, сказал, что кружка грязная и вытер носовым платком края. Меня это разозлило. Когда человека мучает жажда, он не привередничает. А солдаты, вначале кричавшие, что нечего с ним разговаривать, пристрелить зверя. Успели отойти и полчаса спустя один принес пленному миску супа. Жили сволочь. Да и я так вел себя. Много раз, видя пленных, боявшихся, что их убьют, писал на клочках бумаги, что они эльзасцы или что они хорошие немцы и подписывался, словом, ненавидя фашизм, спасал разоруженных фашистов. Думаю, что любой человек при подобных обстоятельствах поступил бы так же. Геббельсу нужно было пугало, и он распространил легенду о еврее Илье Эренбурге, который жаждет уничтожить немецкий народ. У меня сохранились вырезки из немецких газет, радиоперехваты, листовки. Гитлеровцы часто писали обо мне, говорили, что я толстый, косой, с кривым носом, что я очень кровожаден, что в Испании я похитил музейные ценности на 15 миллионов марок и продал их в Швейцарии, что меня обслуживает тот же биржевой маклер, что и голландскую королеву Вильгельмину, что мои капиталы размещены в бразильских банках, что я каждый день бываю у Сталина и составил для него план уничтожения Европы, назвав его трест ДЕ, что я хочу превратить в пустыню землю, лежащую между одерами Рейном, что я призываю насиловать немок и убивать немецких детей. В приказе от 1 января 1945 года меня удостоил внимания сам Гитлер. Сталинский придворный лакей Илья Оренбург заявляет, что немецкий народ должен быть уничтожен. Пропаганда сделала свое дело. Немцы меня считали исчадием ада. В начале 1945 года я был в городе Восточной Пруссии Бартенштейне накануне занятым нашими частями. Советский комендант попросил меня пойти в немецкий госпиталь и объяснить, что ничто не угрожает ни немецкому медицинскому персоналу, ни раненым. Я долго успокаивал главного врача. Наконец он сказал «Хорошо, но вот Илья Оренбург...» Мне надоело с ним разговаривать. Я ответил «Не бойтесь, Ильи Оренбурга здесь нет, он в Москве». Врач несколько успокоился. Все это было смешно и отвратительно. Немцев, которые вторглись в нашу страну, я ненавидел не потому, что они жили между Одером и Рейном, не потому, что они говорили на том же языке, на котором писал один из наиболее мне близких поэтов Гейна, а потому, что они были фашистами. Еще в детстве я столкнулся с расовой и национальной спесью. Немало в жизни страдал от нее, верил в братство народов и вдруг увидел рождение фашизма. В атопическом романе «Трест Д.Е., на который часто ссылался Геббельс, Европа гибнет от безумия европейских фашистов, поддерживаемых жадными американскими бизнесменами». Конечно, во многом я ошибся, когда я писал эту книгу, в Рури стояли французские оккупанты и еще теплилась надежда на революцию в Германии. В романе Германию, Польшу и часть Советского Союза разоряет Франция, во главе которой стоит фашист Брандево. Фигуры танца оказались другими. Франция, Польша и часть Советского Союза были разорены немецкими фашистами, а Брандево оказался Гитлером. Я расскажу об одной истории, связанной со мной, но выходящей за пределы частной биографии. В 1944 году командующий армейской группой Норд, желая приподнять своих солдат обескураженных отступлением, писал в приказе «Илья Оренбург призывает азиатские народы пить кровь немецких женщин. Илья Оренбург требует, чтобы азиатские народы насиловали немецких женщин. Берите белокурых женщин, это ваша добыча. Илья Оренбург будет низменный инстинкт из степи. Подлостью было бы отступить, ибо немецкие солдаты теперь защищают своих жен». Узнав об этом приказе, я тотчас написал в «Красной звезде». Когда-то немцы подделывали документы государственной важности. Они докатились до того, что подделывают мои статьи. Цитаты, которые немецкий генерал приписывает мне, выдают автора. Легенда, созданная гитлеровским генералом, пережила и крах Третьего Рейха и Нюрнбергский процесс и многое другое. Недавно Киндлер, издатель немецкого перевода моей книги «Люди, годы, жизнь», проживающей в Мюнхене, передал мне забавные фото документы. Оказалось, некто Юрген Торвальд в 1950 году опубликовал в Штутгарте историю войны, в которой писал «В течение трех лет Илья Оренбург свободно, открыто, полный ненависти говорил красноармейцам, что немецкие женщины будут их военной добычей». Оказалось также, что Юрген Торвальд никто иной, как Гейнс Боггардс, который в 1941 году выпустил книгу восхвалявшую Гитлера и посвятил ее военному преступнику адмиралу Редеру. В 1962 году мюнхенская газета «Зальдатенцайтунг» начала кампанию против издания в Западной Германии моей книги. Разумеется, газета припомнила о мнимой листовке с призывом насиловать немок, грозила издателю, называла меня величайшим в мировой истории преступником. Некоторые писатели, как, например, Эрнст Юнгер, поддержали фашистский листок, другие, однако возмутились. Киндлер доказал, что Торвальд повторил ложь Геббельса. И все же до сих пор реваншисты продолжают повторять мемуары убийцы и насильника. Повторяю, дело не во мне, но среди 50 миллионов жертв Второй мировой войны нет одной фашизма. Он пережил май 1945 поболел, похандрил, но выжил. В годы войны я повторял изо дня в день. Мы должны прийти в Германию, чтобы уничтожить фашизм. Я боялся, что все жертвы, подвиг советского народа, отвага партизан Польши, Югославии, Франции, горе и гордость Лондона, печи Освенцима, реки крови. Все это может остаться бенгальским огнем победы и эпизодом истории, если снова возьмет верх низкая нечистая политика. Я писал в 1944 году. Французский писатель Жордж Бернанос, воинствующий католик, с негодованием отвергая попытки некоторых демократов заступиться за фашизм, пишет в Ля-Марсиез. До войны значительная часть общественного мнения в Англии, в Америке, во Франции оправдывала, поддерживала, восхваляла фашизм. Я повторяю, не только допускала фашизм, но ему способствовала в надежде, скажу глупой, контролировать эту чуму и использовать ее против своих соперников и конкурентов. Мюнхен не был просто глупостью. Мюнхен был подлой развязкой спекулянтской затеей. К сожалению, и поныне имеются люди, которые хотят сохранить заразу про запас, только несколько разбавив бульон, в котором разводятся чумные бактерии. Мы должны помнить, фашизм родился от жадности и тупости одних, от коварства и трусости других. Если человечество хочет покончить с кровавым кошмаром этих лет, то оно должно покончить с фашизмом. Если фашизм оставят где-нибудь на развод, то через десять или двадцать лет снова прольются реки крови. Фашизм страшная раковая опухоль, ее нельзя лечить на минеральных водах, ее нужно удалить. Я не верю в доброе сердце людей, которые плачут над палачами. Эти мнимые добряки готовят смерть миллионам невинных. Я смотрю на старые газетные листы и мне становятся не по себе. Ведь все произошло именно так, как мне мерещилось. Оставили на развод фашистов, оставили про запас кадры Рейфсвера, хотят дать германской армии ядерное оружие, поддерживают лихорадку реванша. Продолжается то, что покойный Бернанос назвал спекулянтской затеей, только на зеленом сукне уже не классические бочки с порохом, не танки и бомбардировщики, а ракеты и водородные бомбы. Право же, совесть не может с этим помириться. Я забежал на 20 лет вперед. Нужно вернуться к первой военной зиме. Мы ехали по Варшавскому шоссе к Малоярославцу, вокруг которого еще шли бои. Ехали мимо сожженных деревень, кругом лежали, а порой стояли, прислонившись к дереву, убитые немцы. Была сильная стужа, солнце казалось розоватым, замерзшим сгустком, снег синел, на морозе лица мертвых румянились, мнились живыми. Офицер, который ехал со мной, восторженно восклицал, видите, сколько это набили. Эти в Москву не придут. И, не скрою, я тоже радовался. Могут сказать нехорошее, недоброе чувство. Да, конечно. Как и другим, ненависть мне далась нелегко. Это ужасное чувство. Оно вымораживает душу. Я это знал и в годы войны, когда писал, Европа мечтала о стратосфере, теперь она должна жить как крот в бомбоубежищах и землянках. По воле Гитлера и Присных настало затемнение века. Мы ненавидим немцев не только за то, что они низко и подло убивают наших детей, мы их ненавидим и за то, что мы должны их убивать, что из всех слов, которыми богат человек, у нас осталось убей. Мы ненавидим немцев за то, что они обворовали жизнь. Я писал это в газетной статье, но мог бы написать в дневнике или в письме к близкому человеку. Молодые вряд ли поймут, что мы пережили. Годы всеобщего затемнения, годы ненависти, обкраденная изуродованная жизнь. Шли быстро, хотя снег был глубоким. Среди почерневших сугробов торчал указательный столб Покровская, а села не было. Его сожгли немецкие факельщики. Может быть, красноармейцам казалось, что, прибавив шагу, они не дадут сжечь деревню. Спасут людей, ведь в Белоусове не только все избы уцелели, а немцы побросали, убегая свои вещи. В Балабанове, застегнутой ночью врасплох, они повыскакивали из домов в кальсонах. Усталые красноармейцы ожесточенно врезались заступами в промерзшую насквозь землю, вырывали трупы немецких солдат, погребенных на площади Малоярославца. Немцы заботливо хоронили своих, пожалуй, это единственное, чему я у них завидовал. Я видел потом много кладбищ с выстроенными шеренгами березовыми крестами с аккуратно выписанными именами. А в первый год войны они почему-то хоронили своих убитых на площадях русских городов. Может быть, так было легче, а может быть, хотели показать, что пришли надолго. Красноармейцев это возмущало. От недавнего благодушия мало что осталось. Шла война даже с мертвецами. Колхозники тоже были разъярены. Один старик мне сказал, я думал, немец образованный, нас-то не тронет, а он поразит коровы у меня забрал, всю посуду опоганил, ноги мыл, мать его. Вчера четверо пришли проситься в избу, замерзли. Бабы прибежали, забили насмерть. Стояли на редко сильные морозы, а красноармейцы сибиряки ругались, вот бы мороз настоящий, они бы мигом окочурились. Один украинец рассказывал, как я увидел, что немец драпает, сердце у меня заиграло. Победа всем показалась неожиданной. Колхозницы признавались, вот уж не думали, что наши вернутся. Солдаты курили найденные в брошенном штабе болгарские сигареты и мечтали, до весны управимся. Генерал Голубев, усмехаясь, говорил, я две академии кончил, а это третья посерьезнее. Он рассказывал, что побывал в окружении и вышел в генеральской форме, но в лаптях. Говорил, что его армии сильно помогли рабочие подольска, завод эвакуировали, а старики остались, продолжали изготовлять боеприпасы для минометов. Все было для меня вновь. Песни, перцовка, обжигавшая небо, какая-то Машенька, не то связистка, не то жена командира, долгие разговоры о прошлом и будущем. У всех развязались языки, ругали бюрократов. Один офицер сердито говорил, у нас прокурор чем хвастал, количеством приговоров, перевыполнял норму. Другой задумчиво сказал, хороших людей губили. И однако все понимали, что защищает не только свою хату, но и советское государство. Милые им, несмотря на обиды, на изъяны, понимали, что именно советские рабочие в Подольске помогли армии, что слова «наше дело правое» не один из очередных лозунгов «осущая правда». Народ голосовал без агитаторов и не бюллетенями, кровью. Во мне мешались два чувства. Первая победа и мне вскружила голову, но я пытался себя урезонить. Немецкая армия еще очень сильна, война только начинается. Трудно, однако, было трезво размышлять, ведь немцы еще недавно заверяли, что Рождество они встретят в Москве и вот их гонят на запад. Да и вид пленных приободрял, замерзшие, с головами замотанными в платки, в тряпье, перепуганные, хныкавшие. Они напоминали наполеоновских солдат двенадцатого года, изображенных одним из передвижников, разумеется, с сосулькой под носом. Взяли медынь, начали говорить о вязьме, даже о Смоленске. Всем хотелось верить, что наступил перелом. Верил и я, пророка из меня не вышло. В день зимнего солнцеворота я писал «Солнце на лето, зима на мороз, война на победу». Да, еще в январе мне казалось, что наше наступление не остановится. 18 января я был у генерала Говорова. Он сразу мне понравился. В этой части книги мне придется не раз говорить о встречах с генералами. Как и писатели, да и как люди любой профессии, генералы были разными. Новаторами или рутинерами, умными или ограниченными, скромными или чванливыми. Говоров был настоящим артиллеристом, то есть человеком точного расчета, ясной трезвой мысли. Он рассказал мне, что учился в Петроградском политехническом институте кораблестроения. Шла Первая мировая война и в 1917 году молоденького прапорщика отправили на фронт. Он очень любил Ленинград и было в нем что-то от классического ленинградца, сдержанность, хорошая скрытая страсть. Он говорил, что в битве за Москву основную роль сыграла артиллерия. В его пятой армии он не мог рассчитывать на пехоту, потери были большими, а пополнение задерживалось. Развил целую теорию, при перенасыщенности в современной войне автоматическим оружием артиллерия не может ограничиться подавлением огневых точек, а должна участвовать он не только говорил с увлечением, он и меня увлек. Хотя военное дело скорее искусство, чем точная наука, она зависит от техники и самые передовые концепты быстро устаревают. Есть, впрочем, вид искусства, тоже зависящий от техники, кинематограф. Скульптура Акрополя нам кажется непревзойденной, аниме и фильмы смотришь с усмешкой. Леонид Александрович конечно не мог в 1942 году предвидеть эру ядерного оружия. Рассказываю я об этом теперь только, чтобы передать облик человека. В холодной избе возле Можайска я увидел не бравого вояку, а скорее математика или инженера, хорошего русского интеллигента. Потом я иногда встречал Леонида Александровича на фронте в Москве, в Ленинграде. Помню вечер в мае 1945 года мы говорили о красоте белых ночей, о поэзии, обигля адмиралтейства. При всей своей сдержанности, даже склонности к скепсису, Говоров, как и другие, был приподнят удачами. Говорил, пожалуй, через недельку Можайск возьмем. А Можайск взяли несколько часов спустя. Генерал Орлов не послушался своего начальника и ночью ворвался в город. Говоров смеялся. Победителей не судят. Снова я увидел сожженные села, Семеновское, Бородино, взорванные дома. Солдаты торопились, на немецкие могилы в центре города не остались на месте. Крепчал мороз, минус тридцать пять. Крепчала и злоба. Пожилая женщина пустыми глазами глядела на солдат, на снег, на белесое небо. Ее муж был учителем математики. Ему было шестьдесят два года. Он шел по улице и вынул из кармана носовой платок. Его расстреляли за попытку сигнализировать русским. На стене я прочел приказы о нормализации жизни, о том, что за содействие партизанам и за укрытие евреев жители города будут повешены. На следующий день я добрался до Бородина. Немцы уходя подожгли музей и он еще горел. За два дня дивизия прошла около двадцати километров. Генерал Орлов шутил «Скоро ко мне приедете». Он был из Белоруссии. Ночью один майор раздобыл водку, колбасы и мы пировали. Майор загибая большие заскорузлые пальцы считал «Догжатска 16 километров можем дойти в два дня». Но Догжатска оказалось 430 дней. Предстояло страшное лето 1942 года. Тогда мы об этом не знали. Я не был одинок в своих надеждах. Гроссман, бывший тогда корреспондентом «Красной звезды» на Юго-Западном фронте, писал мне «Люди точно стали иными, живыми, инициативными, смелыми. Дороги усеяны сотнями немецких машин, брошенными пушками, тучи штабных бумаг и писем носит ветром по степи, всюду валяются трупы немцев. Это, конечно, еще не отступление наполеоновских войск, но симптомы возможности этого отступления чувствуются. Это чудо, прекрасное чудо, население освобожденных деревень кипит ненавистью к немцам. Я говорил с сотнями крестьян, стариков, старух, они готовы погибнуть сами, сжечь свои дома, лишь бы погибли немцы. Произошел огромный перелом, народ словно вдруг проснулся. Конечно, это не конец, это начало конца. Хочу думать, что так и есть, много оснований так думать. Василий Семенович обычно был очень осторожен в выводах, но и он не предвидел последующих испытаний. Щербаков с насмешкой мне сказал, а вы критиковали нашу печать, говорили, что москвичи нервничают. Золотой народ. Москва действительно теряла свой облик прифронтового города. Правда, ночью патрули останавливали на каждых ста шагах, приходилось держать пропуск в рукавице. Но ежи с улиц убрали, прохожих стало больше, открылась даже выставка пейзажей, в помещении было холодно и люди любовались живописью в шинелях или тулупах. Люди вспоминали о своих должностях, да и о своих привычках. Редактор известий позвонил мне ночью. Вы написали, что Риббентроп разъезжал по столицам и его повсюду принимали как джентльмена. Это можно понять как намек, он ведь и к нам приезжал. Переделайте. Ночью вправде я присутствовал при длительном разговоре о стихотворении Симонова «Жди меня». Редактор и еще один ответственный товарищ хотели изменить слова «Желтые дожди». Дождь не может быть желтым. Мне из всего стихотворения понравились именно желтые дожди. Я их отстаивал как мог, ссылался и на глинистую почву, и на Маяковского. Под утро редактор решил рискнуть, и дожди остались желтыми. В Красной звезде как-то ночью начался переполох, увлеклись войной, а продаты забыли. Завтра пятая годовщина смерти Орженикидзе. В клубе писателей было очень холодно, но туда приходили пить водку, закусывали солеными грибами. Многие писатели были в военной форме. От фронта до Москвы можно было доехать за 3-4 часа. Помню там Петрова, Симонова, Светлова, Алигер, Гехта, Габриловича, Катаева, Фадеева, Лидина, Суркова, Ставского, Славина. Однажды членов президиума угостили Солониной. Потом началось заседание. В некоторых речах уже сказался новый стиль, который пышно расцвел 6-7 лет спустя. Сейфулина не выдержала. Мой отец был обрусевшим татарином, мать русской, всегда я себя чувствовала русской, но когда я слушаю такие слова, мне хочется сказать, что я татарка. Когда мы уходили, я обнял Лидию Николаевну. В жизни много случайного, чуть ли не каждый день в течение долгих лет встречаешь людей далеких, да и немилых, а тех, кому тянешься, видишь очень редко. Сейфулиной мне привелось побеседовать по-настоящему три или четыре раза, а была она мне мила своей редкостной честностью. Я помню ее молодой, в Москве, в Париже, маленькая, огромная глаза, чуть насмешливая улыбка, было в ней большое обаяние. В 20-е годы книги Сейфулиной сыграли крупную роль в становлении советской литературы. Меня они привлекали искренностью, никогда Лидия Николаевна не знала того, что в писательской среде называли двойной бухгалтерией. Пуще всего она боялась лжи. Ее любили люди, не похожие друг на друга, Маяковский, Бабель, Фурманов, Есенин, Светлов, Лидин. Оглядываясь назад, я убеждаюсь, что никакие литературные школы или направления не могут породить длительной дружбы. Лидия Николаевна была чрезвычайно скромной. Она вскоре была оттиснута, ее не замечали, точнее, старались не заметить. Правдивость это не литературное направление, а совестливость не художественный метод. Сейфулина была всего на два года старше меня, и я поверил в правдивость ее ранних книг, но в те времена они были мне далеки. А к Лидии Николаевне я сохранил до конца любовь за ее душевные качества. В последний раз я встретил ее в Союзе писателей возле вешалки. Разговор был коротким, и все же, как и при былых встречах, мы оба обрадовались. Она хворала, с трудом ходила, но в душе оставалась той же. Умерла она в апреле 1954 года, и проживи еще полгода, она узнала бы о реабилитации своего друга Бабеля. А в моей памяти она осталась, порой шутливая, даже озорная, порой возмущенная, с той обостренной совестью, которую мы, вспоминая литературу прошлого века, называем русской. В один из вечеров ко мне пришел поэт Долматовский. Он попал в окружение, видел дверство немцев и говорил, мне кажется, что я покойник, или что прежней жизни не было. Ему удалось убежать. Он прочитал мне стихи о воде, как он мечтал, когда не давали пить о глотке воды. Рассказывал, как добрался до нашей части, его сердечно встретили, а потом отвели в штаб и долго допрашивали. Нужно было доказать, что он это он, а окружение это окружение. Он просидел у меня до четырех часов утра. Я заснул и сразу проснулся от собственного крика. Мне приснилось, что меня допрашивает, и я не могу доказать, что я это я. А кто меня допрашивал? Не помню. Из Ленинграда приехал исхудавший Тихонов. Он часами рассказывал о всех ужасах блокады, не мог остановиться, говорил о героизме людей, о дистрофии, о том, как съели всех собак, как в морозных нетопленных квартирах лежат умершие, у живых нет сил их вынести, похоронить. Я познакомился с Маргаритой Алигер. Она мне прочитала печальные стихи. Пламя свечи, голубая и розовая калуга. У нее на фронте погиб муж. Она походила на маленькую птичку, и голос у нее был тонкий. Но я в ней почувствовал большую внутреннюю силу. С той поры прошло почти четверть века, и многие из тех, с которыми я встречался в трудные годы войны, выпали из моего зрения. Одним слишком хотелось мнимой славы, другие преждевременно состарились и превратились в чтимое многими окаменелости былой эпохи. А с Маргаритой Иосифовной я подружился. Помню обед на правительственной даче в 1957 году, когда ее незаслуженно поносили. Ее голос был еле слышен, как голос маленькой печуги среди урагана. Она стойко отвечала. Бог ты мой, насколько это важнее, чем все словословия и даже чем поэтические вечера в лужниках. Сохранить свое достоинство, не дать ветру задуть крохотный светильник. В начале февраля приехали из Куйбышева Люба и Ирина. Ортенберг подписал приказ о Лапине и Хацревине. Пропали без вести. Ирина держалась мужественно, только глаза ее выдавали. Я иногда отворачивался. Казалось, все должны погибнуть от бомбы или от снаряда, и что естественная смерть неестественна. А в конце декабря умер художник Лисицкий. В марте я узнал о смерти Хосе Диаса. Жизнь продолжалась. Стало плохо с продовольствием. Все начали говорить о пайках, талонах. В январе в гостинице Москва еще можно было получить еду. Как-то мы обедали с Лидиным, и он сказал, мы еще эту печенку вспомним. Действительно, через месяц все изменилось. Я получал в Цедри один обед. Его ели почти всегда трое, а то и четверо. В Москву вернулись из Куйбышева иностранные корреспонденты. Некоторые ко мне приходили. Шапира, Хендлер, Шампенуа, Верт. Все они жаждали новостей, рвались на фронт, обижались, ворчали. Я продолжал писать статьи для заграничной печати, для United Press, для Марсиез, для английских и шведских газет. Почти каждый день мне приходилось выступать, то в госпиталях для раненых, то на аэродромах, то у зенитчиков или у аэростатчиков. Я видел много горя и много мужества. Народ как-то сразу вырос. Люди сражались, трудились, умирали с сознанием, что гибнут не зря. Тростник мыслил. Было и другое. Лидин с первого месяца войны был на фронте, много писал в газетах. И вот одна статья «Враг» кого-то рассердила. Я ее перечитал несколько раз, но так и не понял, что в ней предосудительного. Владимир Германович ходил к редактору «Известия», писал Щербакову, но ничего не добился. Его перестали печатать. Рассердились и на Петрова за невиннейшую статью «Трофейная овчарка». Уманский говорил «Скучно, немцы в Гжатске, идет переброска дивизии из Франции, мне поручили написать ноту о зверствах, а тут открывает второй фронт, наступление на Женю Петрова». Но бог с ними, с начетчиками, перестраховщиками и помпадурами. В годы войны у нас была другая забота, и мы о них старались не думать. Каждый день я получал десятки писем с фронта и с тыла от читателей. Мне хочется привести здесь письма от женщин. О наших женщинах в годы войны мало написано, они воистину строили победу. Вот письмо от колхозницы Калининской области, от Семеновой Елизаветы Ивановны. «Обида на сурового врага. Когда появился к нам в Казицыно враг, у меня, у Семеновой, первой, взяли корову. Потом у меня взяли гусей. Я стал не давать, дали мне по щеке. И затопотал он на месте «Уйди!» Дети увидели, что дали мне по щеке и закричали «Уйди, пускай враг жрет». На другой день ко мне пришли и брали последнюю овцу. Я стал плакать, не давать. Германский тогда затопотал ногами и закричал «Уйди, матка!» «Когда я обернулась назад, он выстрелил, и от ужаса упала в снег, а последнюю овцу все-таки взял. Когда они от нас отступали, сожгли мой хутор, сожгли все мое крестьянское имущество, и осталась я без средств с троими детьми в чужой постройке. Два сына в Красной Армии, Круглов Алексей Егорыч, Круглов Георгий Егорыч. Сыновья мои, если вы живы, бейте врага без пощады, а мы будем вам помогать, чем только можем». Вот отрывки из письма сибирской крестьянки, которое мне переслал красноармеец Дедов. «Здравствуй, любимый братец Митроша. Шлю тебе чистосердечный привет и желаю всего хорошего в ваших победах над злейшим врагом. Первым долгом я хочу сообщить о том, что Филя героически погиб в борьбе с немецкими фашистами». Когда пришло извещение о том, что он погиб, папу вызвали в милицию. Когда он пришел домой, он сильно заплакал. Мама спрашивает, «О чем плачешь?» Он не говорит, но когда сказал, что Филя убили, то мама два дня. Теперь мы его не увидим и не услышим голоса. Он нас веселил, все писал, папа, мама, о сыне не беспокойтесь, я живу прекрасно и здоровье мое хорошее. Митроша, деньги от тебя получили, очень большое спасибо. Но за Филю Митроша отомсти немцам за своего братца. Будь героем. Митроша, очень нам сейчас скучновато, пропиши, где ты сейчас находишься. Мы недавно получили письма от Тани и Наташи, пишут, что живут пока ничего. Наташа бригадиром в колхозе. Но теперь напишу о своей жизни. Живем сейчас плохо, хлеба нет, есть совершенно нечего. Из колхоза дадут 9 килограммов на 7 человек на 5 дней, на нашу семью на один день, а остальные живи как хочешь. Но все ничего, все переживем. У нас сейчас берут девушек на фронт. Митроша, я бы с удовольствием пошла, отомстила бы за своего любимого братца. Он погиб за счастье народа. Вот отрывки из письма Хитровой. Часто слышишь, что теперь война, и поэтому скоро и нам конец, и поэтому не стоит делать хорошо. Разве это верно? По-моему, как раз наоборот. Раз война, то надо делать все еще лучше. А если уже раньше смерти умрешь, то победы не увидишь. Я работаю на дорожных работах. Спрашиваем прораба, какие задания, а он не говорит. Вообще на все смотрит спустя рукава. А зачем это? Ведь от такого подхода никакое дело не выйдет. Я в начале войны тоже было поддалась такому настроению. Услышу плохую сводку с утра, и весь день все из рук валится. А теперь душой скрипилось. Услышу сводку плохо, а я себе говорю, назло убирать буду, и шить буду, и штаны красноармейцу постираю, да и заштопаю. Не хочу умирать раньше смерти, если у нас где-нибудь шпион пусть увидит, что мы держимся. Вот отрывки из письма руководителя кафедры западной литературы Киевского университета, эвакуированной в село Котельниково Эдды Халифман. Затем наступил день, когда надо было оставить дом. Каждый член моей семьи имел рюкзак, только я по негожести, как говорят в Котельникове, была от него освобождена. Перед самым ходом я снова вошла в свою комнату, сожгла фотографии близких, письма, подошла к книжным полкам, взяла в руки свои работы. Вот лексикология французского языка, работала над ней год. Вот история французского литературного языка 19 века, два года, небольшой спецкурс введения в романское языкознание, четыре года работы. Поглядела, полистала и положила снова на полку. Ушла с пустыми руками. Мы оставили позади Киев. Вы знаете, что это значит? Где-то в пути мы повстречали эшелон с земляками, среди них был вагон с детьми и работниками испанского детдома. Некоторые из работников преподавали у нас на факультете, а дети приходили к нам на елку. Восьмилетний Октавио объяснял моей трехлетней племяннице Наташе, что скоро наши летчики прогонят фашистов, и тогда Наташа вернется в Киев, а он уедет в Бильбао. Привезли нас в Котельниково. Там Наташа увидела верблюдов не в ЗО, а в степи. Много было страшного. Потерялась здесь отца. Пришли известия с фронта о гибели близких. Временами мне казалось, что сердце не выдержит. Выдерживает. Оказалось, что если горе страдания сочетается с жгучей ненавистью, то становишься крепким. Хочешь, как шутливо говорят мои друзья-фронтовики, выдержать рентгеновское просвечивание войной. Нелегко приходится. Новая среда, новое окружение требует новых норм поведения. Как ни странно, оказалось сложным переключиться с университетской работы на работу секретаря поселкового совета. Здесь все проще, обнаженнее, и в этом сложность обстановки. Чтобы выдержать просвечивание, чтобы после войны честно смотреть в глаза товарищам, приходится мобилизовать все свои внутренние ресурсы. Я и теперь разволновался, перечитав груду писем. Тогда они меня поддерживали. Я тоже знал, что нужно выдержать рентгеновское просвечивание войной. Жил я в гостинице Москва. Моя квартира была повреждена при бомбежке. Жил как в раю, или вернее как в княжьем дворе в 1920 году. Тепло, светло. Воспользовавшись передышкой на фронте, я в феврале дописал последние главы падения Парижа. Каждый день я встречал друзей, которые жили в гостинице, Петрова, Сурица, Уманского. Иногда мы заговаривали о будущем. Петров как всегда был оптимистом, считал, что весной союзники откроют второй фронт, немцев разобьют, а после победы у нас многое переменится. Суриц сердился, люди не так легко меняются и, понизив голос, добавлял, он тоже не изменился. Уманский говорил, что союзники начнут воевать, когда немцы истощатся в боях с нами, а насчет послевоенных перспектив молчал или нехотя говорил, лучше ждать худшего. К концу января стало ясно, что наше наступление приостановлено. 23 января я поехал с Павленко в штаб Западного фронта. Командующий генерал Жуков рассказал нам, как протекало наступление. Битва за Москву закончена. Может быть, на некоторых участках удастся несколько продвинуться вперед, но немцы укрепились и до весны, видимо, война будет носить позиционный характер. Потом неожиданно для меня генерал заговорил о роли Сталина. Говорил он без привычных трафаретов, гениального стратега не было, да и в тоне не чувствовалось обожания, поэтому его слова на меня подействовали. Он повторял, у этого человека железные нервы. Рассказывал, что много раз говорил Сталину необходимо попытаться отбросить противника, иначе немцы прорвутся в Москву. Дважды в день разговаривал по прямому проводу. Сталин неизменно отвечал, нужно подождать, через три дня прибудет такая-то дивизия, через пять дней пододвинут противотанковые орудия. У Сталина была записная книжка, и там значились части и техника, которые перебрасывали к Москве. Только когда Жилков сказал, что немцы устанавливают тяжелую артиллерию и собираются обстрелять Москву, Сталин разрешил начать операцию. Вернувшись в Москву, я все это записал. Я не военный специалист, да и нет у меня данных, чтобы судить о стратегическом даре Сталина. Еще семь-восемь лет тому назад наши историки приписывали победу над Германией, прежде всего, его гениальности. Большая советская энциклопедия в статье о Великой Отечественной войне дает цветную репродукцию плохой картины, изображающей Сталина над военными картами. В хронологии событий, где приведены почти 600 важнейших, 100 относятся не к военным операциям, а к выступлениям Сталина, награждениям его различными орденами, его приветствием и приемом. Что касается военных операций, то, судя по той же энциклопедии, в 1944 году противнику были нанесены 10 сталинских ударов. Приложена фотография, телеграфные аппарат, по которому Сталин вел переговоры с фронтом. Аппарат я себе представляю, а вот что говорил Сталин по ВЧ различным командующим, я не знаю. Конечно, при жизни Сталина его роль в победе над Германией непомерно преувеличивалась, но рассказ командующего западным фронтом звучит правдоподобно. Мы все знаем, что Сталин остался в Москве, выступил 7 ноября, сказал, что врага остановят. Успехи нашей армии под Москвой подняли за границей авторитет Сталина, а наши солдаты в него свято верили. На стенах берлинских развалин я видел его портреты, вырезанные из газет или из огонька. Снова припомню слова Твардовского «Тут не убавить, не прибавить». Говорят, что нужно уметь умереть вовремя. Кто знает, умри Сталин в 1945 году, может быть, война заслонила бы многое. Люди надолго сохранили бы иллюзии, что миллионы невинных погибли от Егоды, Ежова, Берии, и в памяти участников войны остался бы образ Сталина в солдатской шинели, трудные дни битвы за Москву. Пушкин говорил, что возвышающий обман дороже тьмы низких истин. Однако бывают обманы, которые принижают человека. Я часто благодарю судьбу за то, что дожил до наших дней и услышал жестокую правду. В декабре 1941 Гитлер утверждал, что немцы отошли от Москвы по доброй воле, желая перезимовать на более удобных позициях, что если вышла заминка, то виноваты в этом редкостные морозы. Что летом наступление возобновится. Последнее оказалось правдой, но в слова о добровольном сокращении линии фронта не поверили даже самые наивные немцы. Под Москвой фашистской Германии был нанесен тяжелый удар. Не столько ее боеспособности, сколько ее престижу. Конечно, вместе со многими я преувеличивал масштабы наших успехов, и очень скоро мне пришлось увидеть свою ошибку. Наступило страшное лето 1942 года, когда немцы в течение двух-трех месяцев дошли до Волги, до Северного Кавказа. Однако битва под Москвой не была военным эпизодом, она многое предрешила. Никто не упрекнет немецких солдат в отсутствии храбрости. Техника у Рейхсфера была высокая, командный состав обладал военными знаниями, опытом. Все это бесспорно, но в зиму 1941-1942 года обозначилась слабая сторона фашистской армии. Она оказалась пригодной только для наступления, она вдохновлялась сознанием своего превосходства, и стоило солдатам Гитлера натолкнуться на подлинное сопротивление, как они душевно дрогнули. Битва под Москвой была для Германии первой примеркой разгрома. Я сейчас задумался над этой книгой. Я пишу предпоследнюю часть, приближаясь следовательно к концу. Читатель может спросить, почему пережитые мною годы часто выглядят черными, а люди, с которыми я встречался, описаны любовно, показаны их хорошие стороны. Конечно, я встречался и с доносчиками, корыстными перебежчиками, карьеристами, но я с ними не дружил, не потому, что был особенно зорким, просто судьба смилостивилась. Были и у меня разочарования. Порой я, если и не дружил, то водился с людьми, которые потом оказывались мелкими, бессердечными, но я предпочитаю, вспоминая многое, рассказывать не о них, а об обстоятельствах, вызывавших душевное принижение многих. Не хочу судить, тем паче, что не убежден в своем беспристрастии. Все все же я дошел в воспоминаниях до короткой встречи с человеком, который причинил людям много зла, и не могу эту главу опустить. 5 марта 1942 года я поехал на фронт по Волоколамскому шоссе. Впервые я увидел развалины Истры Ново-Иерусалимского монастыря. Все было сожжено или взорвано немцами. Вот уже 12 лет, как я живу возле Нового Иерусалима. Истра отстроилась, но порой, проезжая мимо новых домов, парка, памятника Чехову, я вижу снег и черноту далекого морозного дня, пустоту, смерть. Я проехал через Волоколамск. Возле Лудиной горы в избе помещался капе генерала Власова. Он меня изумил прежде всего ростом метр девяносто, потом манерой разговаривать с бойцами. Говорил он образно, порой нарочито грубо и вместе с тем сердечно. У меня было двойное чувство. Я любовался и меня в то же время коробило. Было что-то актерское в оборотах речи, интонациях, жестах. Вечером, когда Власов начал длинную беседу со мной, я понял истоки его поведения. Часа два он говорил о Суворове. И в моей записной книжке среди другого я отметил «Говорит о Суворове как о человеке, с которым прожил годы». На следующий день солдаты говорили со мной о генерале, хвалили его, простой, храбрый, ранили старшину, он его закутал в свою бурку, ругаться, мастер. Война была в то время позиционной. Шли бесконечные бои за безымянную высоту, за деревню Петушки. От деревни давно ничего не осталось. Атаковали холмик, брали, потом отдавали. Когда я сидел с Власовым в блиндаже, немцы открыли шквальный огонь. Он рассказывал о больших потерях обеих сторон. Потом я увидел расщепленный лес. Он казался мертвым. снег был еще белым, даже голубоватым, но на солнце млел и чуть паникал. Час спустя все загудело. Наши пошли в атаку. Танки очистили от немцев ложбинку. Мы прошли в блиндаж. Видимо, там жили немецкие офицеры. Стояли две никелированные кровати, валялись иллюстрированные еженедельники с портретами Гитлера и киноактрис. Боец нашел банку голландского носили раненых. Власов говорил, а до петушков не дошли. Треклятые петушки. Впрочем, так нужно. Прогрызаем их оборону. Мы поехали назад. Машина забуксовала. Стоял сильный мороз. На КП девушка, которую звали Марусей, развела уют. Стол был покрыт скатеркой, горела лампа с зеленым абажуром и водка была в графинчике. Мне приготовили постель. До трех часов утра мы проговорили. Вернее, говорил Власов. Рассказывал, рассуждал. Кое-что из его рассказов я записал. Он был под Киевом, попал в окружение. На беду простудился, не мог идти. Солдаты его вынесли на руках. Он говорил, что после этого на него косились. Но тут позвонил товарищ Сталин, спросил, как мое здоровье, и сразу все переменилось. Несколько раз в разговоре он возвращался к Сталину. Товарищ Сталин мне доверил армию. Вы ведь пришли сюда от Красной Поляны. Начали чуть ли не с последних домов Москвы. 60 километров отмахали без остановки. Товарищ Сталин меня вызвал, благодарил. Многое он критиковал. Воспитывали плохо. Я спрашиваю красноармейцев, кто командует его батальоном. Он отвечает рыженький, даже фамилии не знает. Не воспитали уважения. Вот Суворов умел себя поставить. Желая что-либо похвалить, повторял культурно хорошо. Рассказывая о повешенной немцами девушке, выругался. Мы до них доберемся. Вскоре после этого сказал, у них есть чему поучиться. Видали в блиндаже кровать? Из города вытащили. Культура. У них каждый солдат уважает своего командира, не ответит рыженький. Говоря о военных операциях, добавлял, я солдатам говорю, не хочу вас жалеть, хочу вас сберечь. Это они понимают. Среди ночи он разнервничался. Немцы осветили небо ракетами. На самолетах пополнение подбрасывают. Завтра, наверное, возьмут назад ложбинку. Часто он вставлял в рассуждение поговорки прибаутки. Были такие, каких я раньше не знал. Одну запомнил. У всякого Федорки свои отговорки. он говорил, что главная верность. Он об этом думал в окружении. Выстоим, верность поддержит. Рано утром Власова вызвали по ВЧ. Он вернулся взволнованный. Товарищ Сталин оказал мне большое доверие. Власов получил новое назначение. Мгновенно вынесли его вещи. Изба опустела. Сборами командовала Маруся в ватнике. Власов взял меня в свою машину. Поехал на передний край проститься с бойцами. Там под минометным огнем мы с ним расстались. Он уехал в Москву, а меня удержали военные. Пообедаем. В Москву я вернулся ночью. Надрывались зенитки, а я думал о Власове. Мне он показался интересным человеком, честолюбивым, но смелым. тронули его слова о верности. Статья, посвященная боям за безымянную высоту, я коротко описал командующего армии. Полковник Карпов мне сказал, что Власову поручили командование второй ударной армией, которая попытается прорвать блокаду Ленинграда. И я подумал, что ж, выбор неплохой. Четыре месяца спустя, а именно 16 июля немцы сообщили, что взяли в плен крупного советского командира. Он прятался в избе, был одет как солдат, но увидев немцев, закричал, что он генерал, и приведенный в штаб доказал, что действительно является командующим особой армией генералом Власовым. Потом один советский офицер, выбравшийся из окружения, рассказал мне, что Власов был легко ранен в ногу, он шел по обочине, опираясь на палку и ругался. Прошел еще месяц, и немцы передали, что генерал Власов образовывает из военнопленных армию, которая будет сражаться на стороне Германии за установление в России нового порядка и национал-социалистического строя. Мне принесли листовку, подобранную на фронте, она у меня сохранилась. В ней идет речь обо мне. Жидовская собака Оренбург кипятится, подписана листовка Власовцы. Я вспомнил, как рослый генерал в Бурке полгода назад при прощании меня трижды поцеловал и выругался. Правда, не цветисто, я не Власов. Конечно, чужая душа потемки, все же я смелюсь изложить мои догадки. Власов не Брут и не князь Курбский. Мне кажется, все было гораздо проще. Власов хотел выполнить порученное ему задание. Он знал, что его снова поздравит Сталин, он получит еще один орден, возвысится, поразит всех своим искусством перебивать цитаты из Маркса с уоросскими прибаутками. Вышло иначе. Немцы были сильнее, армия снова попала в окружение. Власов, желая спастись, переоделся. Увидев немца, он испугался. Простого солдата могли прикончить на месте. Оказавшись в плену, он начал думать, что ему делать. Он знал хорошо политграмоту, восхищался Сталином, но убеждений у него не было. Было честолюбие. Он понимал, что его военная карьера кончена. Если победит Советский Союз, его в лучшем случае разжалуют. Значит, остается одно, принять предложение немцев и сделать все, чтобы победила Германия. Тогда он будет главнокомандующим или военным министром обкорнанной России под покровительством победившего Гитлера. Разумеется, Власов никогда никому так не говорил. Он заявлял по радио, что давно возненавидел советский строй, что он жаждет освободить Россию от большевиков. Но ведь он сам привел мне пословицу «У всякого Федорки свои отговорки». Власову удалось набрать из военно-пленных несколько дивизий. Одни пошли измученные голодом, другие потому что боялись своих. В боях власовцы оказались нестойкими и немцы ими пользовались главным образом для подавления партизанского движения. Когда после войны я приехал во Францию, жители Лимузина рассказывали о жестоких расправах власовцев с населением. Плохие люди есть повсюду. Это не зависит ни от политического строя, ни от воспитания. В июле 1942 года, когда Власов решил служить врагам своей родины, три пулеметчика и санитарка Вера Степановна Бадина защищали бугорок возле хутора Большой Должик. Их окружил батальон. Они отстреливались. Немцы открыли артиллерийский огонь. Снаряд убил двух пулеметчиков. Третий и санитарка были тяжелоранены. Немцы сразу пристрелили пулеметчика на Пивкало, а девушки обливавшейся кровью грозили пистолетом. Хотели, чтобы она попросила пощады. Вера Бадина действительно попросила у немецкого офицера, но не пощады, а револьвер, чтобы застрелиться. Ей было 29 лет. А в тот самый день, когда мне принесли листовку власовцев, я получил письмо с припиской «Найдено у сержанта Мальцева Якова Ильича, убитого под Сталинградом». Вот что писал Мальцев. «Дорогой Илья Григорьевич, убедительно прошу вас обработать мое корявое послание и напечатать в газете. Старшина Лычкин Иван Георгиевич жив, и вы хотели представить к высокой награде, но батальон, в котором мы находились, погиб. Завтра или послезавтра я иду в бой, может быть, придется погибнуть». Последние минуты до боли в душе хочется, чтобы народ узнал о геройском подвиге старшины Лычкина. Сержант рассказывал, как в августе 1941 года батальон попал в окружение. Несколько человек струсили, убежали к немцам, других убили, живых осталось трое, и Лычкин их вывел из окружения, подбил немецкий танк, взял в плен двух немцев. Я тогда выполнил посмертную волю Мальцева. Идя в бой и, видимо, понимая, что его ждет смерть, он в последнюю ночь думал не о себе, а о своем боевом друге. Я сейчас говорю не о фашизме, а о людях. Можно ли ответить на вопрос, что такое человек, на что он способен? Я на все, решительно на все. Может, низко пасть, как пал Власов, может и подняться так высоко, что об этом не расскажешь. Я часто думаю о том, как различные люди, выросшие на одной земле, ходившие в те же школы, повторявшие те же слова. Именно поэтому я решил рассказать о Власове. Все о нем давно позабыли, даже его подручные, вовремя убежавшие в американской зону оккупации. Они ведь теперь прославляют не национал-социализм, а свободный мир. Им неудобно вспоминать о том, что они были Власовцами. Птицы летают, рептилии ползают. А человек не только всеядное существо. Он воистину всесущ. Он и парит высоко, и умеет пресмыкаться. Это известно всем. А привыкнуть к этому нельзя. Это всякий раз поражает не только ребенка, но и старого человека, казалось бы, давно потерявшего дар удивления. Передо мной маленькая фотография, редакция «Красной звезды ночью». Я принес очередную статью за столом капитан Копылев. Рядом стоит Моран, лампа освещает газетную полосу. Я проработал в «Красной звезде» с первых дней войны до апреля 1945 года. С ней связаны годы моей жизни. В течение долгого времени эта газета полнее и ярче других освещала фронтовые дела. Помню, как с тедой от пыли измученный солдат, та пехота, что шагает, упрямо повторял «Нет, ты мне дай звездочку». У меня сохранилось письмо от женщины из Томска. Я вас очень прошу, дайте мне возможность хотя бы иногда читать «Красную звезду». Я знаю, что не имею на это никакого права, но у меня три сына на фронте, четвертый погиб в первые дни. В октябре 1941 года в Куйбышеве произошла драка между двумя американскими журналистами из-за свежего номера «Красной звезды». Донесно, вполне естественно, что в годы войны газета армии привлекает к себе внимание, но успех «Красной звезды» создали люди. В 1941-1943 годы газету редактировал Ортенберг Вадимов. Он был талантливым газетчиком, хотя, насколько я помню, сам ничего не писал. Он не щадил ни себя, ни других. Я был с ним под Прянском, в полевом госпитале, лежал раненый корреспондент газеты «Моран». Мы пошли его проведать. Ортенберг спросил, «Как вас ранило?» Моран ответил, «Миномет». Ортенберг удовлетворенно улыбнулся, «Молодец». О том, что он не боялся ни бомб, ни пулеметного огня, не стоит говорить, он был человеком достаточно обстрелянным. Но и на редакторском посту он показал себя смелым. В сороковые годы на газетном жаргоне существовало выражение «ловить блох». После того, как все статьи были выправлены и одобрены, редактор тщательно перечитывал полосу, выискивая слово, а то и запятую, которые могут кому-нибудь наверху не понравиться. «Так вот, генерал Вадимов, если и ловил блох, то без лупы, часто пропускал то, что зарезал бы другой. Конечно, я знал, что когда он говорил «переписать на хорошей бумаге», это означало, что он сомневается, хочет послать статью Сталину, но это приключалось нечасто. Однажды Ортенберг получил военный очерк от Авдеенко, который незадолго до войны по приказу Сталина был исключен из Союза писателей. Ортенберг послал Сталину очерк с сопроводительным письмом. Писал, что Авдеенко боевыми действиями искупил свою вину. Очерк был напечатан. Раза два или три мои статьи переписывались на хорошей бумаге. Пожаловаться на Ортенберга я не могу, порой он на меня сердился и все же статью печатал. Однажды он вызвал Морана, наиболее эрудированного сотрудника газеты, проверить, действительно ли существовали эринии. Пожалуй, он был прав, фронтовики не обязаны были знать греческую мифологию. Он протестовал также против рептилий, против ссылки на Тютчева, протестовал и, однако, печатал. Копылев мне недавно рассказал, что, случайно узнав, что мы с Любой получаем один тощий обед из цедри, доложил об этом редактору. Генерал Вадимов сначала не поверил, потом рассверепел и отправился не более не менее как к начальнику тыла Красной Армии генерал-лейтенанту Хрулеву с просьбой зачислить меня на военное довольствие. Из всех сотрудников газеты Ортенберг больше всего любил Симонова. Вероятно, киплинковские нотки, которые проскальзывали в очерках и стихах молодого Симонова, отвечали его наклонностям. В конце июля 1943 года я вернулся в Москву из-под Орла. Генерал Вадимов меня расспрашивал о положении на фронте. Сказал, что только что получено сообщение об отставке Муссолини. Я заметил, что он нервничает. Часа два спустя я пошел к нему с написанной статьей. Кабинет был пуст. Копылев объяснил. Умчался. Сейчас звонил, спрашивал, все ли в порядке. В общем, его сняли. Щербаков его не выносит. Вадимов вскоре уехал на фронт в армию генерала Москаленко. Я послал ему сборник своих статей. Он написал в ответ. Вы, вероятно, и сами не предполагаете, какое огромное значение имеет крепкая дружеская рука, протянутая в дни жестоких бурь. Недели две спустя я увидел в редакции спокойного, очень вежливого генерала. Это был Толенский, новый редактор Красной Звезды. Я с ним проработал год, и ни разу у нас не было столкновений. Когда он ушел, я хлебнул горя. К счастью, это было незадолго до конца войны. А с генералом Толенским я ездил в 1962 году в Брюссель на совещание круглого стола, посвященное разоружению, и снова подумал, как легко работать с этим человеком. Когда выпадал свободный час, я разговаривал с Мураном о поэзии. Не знаю, как он попал в военную газету. Любил он поэзию, и теперь переводит стихи, да и пишет свои. А тогда частенько писал передовицы. Вадимов шагал, чуть прихрамывая по кабинету, и объяснял, что именно Муран должен написать. Муран был милым и чрезвычайно скромным. Когда кончилась война, он пошел работать в Ведвестие, его арестовали как космополита, и я снова его увидел только в 1955 году. Работал в редакции Галактионов, человек с военным образованием, почему-то впавший в нем милость и не имевший военного звания. С ним обращались как с мальчишкой, хотя он был моим сверстником, покрикивали на него. И неожиданно все переменилось. Кто-то наверху вспомнил, что был такой Галактионов, и я увидел Михаила Романовича в генеральском мундире. С ним начали разговаривать учтиво, а он по-прежнему тихо, аккуратно выполнял свою работу. В 1946 я поехал с ним в Америку и о нем, о его судьбе, напишу в последней части этой книги. Ортенберг сумел прикрепить газете хороших писателей. Гроссман просидел в Сталинграде самые трудные месяцы, там он написал очерки «Направление главного удара» и «Глазами Чехова», которые мне кажутся до сих пор замечательными. Мне запомнились очерки Симонова о Северном фронте. Петров в начале войны писал для известий, но последние севастопольские очерки появились в Красной звезде. Среди военных корреспондентов газеты были и другие писатели Павленко, Сурков, Габрилович. Полковник Карпов умел уговорить Алексея Толстого сесть и сразу написать статью. Что касается меня, то я часто выполнял обычную редакционную работу, составлял информационные заметки, переводил сообщения из иностранных газет, словом, делал, что мог. Мне хочется припомнить военных корреспондентов газеты. Их работа была тяжелой и неблагодарной. Приходилось писать наспех между двумя бомбежками, часто при свете коптилки, потом проталкивать статью, то есть умолять связистов передать ее по проводу, разыскивать оказию, информация порой устаревала, и Вадимов и Рикарпов швыряли телеграмму в корзину. Корнячук в пьесе «Фронт» вывел противного журналиста Крикуна. На беду в редакции одной из фронтовых газет оказался журналист с фамилией Крикун. Он мне говорил, что над ним все начали смеяться. Конечно, попадались среди военных корреспондентов люди, похожие на героя комедии, но не так уж часто. Меня скорее поражала скромность большинства военных корреспондентов. Случайно у меня сохранилось письмо Борзенко. Одновременно с этой запиской я послал в редакцию красной звезды очерк о последнем бое нашей гвардейской дивизии. Я участвовал в этом бою и старался правдиво описать все, что видел. Очень прошу вас, возьмите этот очерк, прочтите его, если он вам понравится, скажите свое мнение редактору. Там дело со снегом, пусть это вас не смущает. Сегодня 30 марта, а мороз у нас 20 градусов. Борзенко стал героем Советского Союза, о его геройстве узнали все. Но кто помнит тишайшего льва Иша, этого чернорабочего газеты, который не писал, а правил чужие статьи? Однажды, это было осенью 1941 года, он сидел над корреспонденцией Западного фронта и вдруг вскрикнул. В статье рассказывалось, что в Ельне немцы с дверски убили его отца. Иш настоял, чтобы его отправили на фронт военным корреспондентом. Он писал статьи и терзался. В 1942 году он писал из осожженного Севастополя «Я с завистью вижу, как другие стреляют в немцев и могут это делать не раз в месяц, а каждый день». Лев Иш много раз сходил в разведку. Настала развязка. На мысу сражались последние защитники Севастополя, среди них был Лев Иш и погиб он в бою. Я читал в редакции статьи полковника Донского осенью 1943 года в Слободке напротив все еще занятого немцем Киева я встретился с полковником Донским. Его настоящая фамилия была Олендер. Статьи его были хорошим, спокойным разбором военных операций. Он многому научил молодых командиров. А мы заговорили не о войне, а о жизни, об искусстве. Олендер декламировал блока Багрицкого, потом мы толковали о верности, о белых хатах, о разлуке. Олендер походил на романтического юношу, и я ему сказал, будь я моложе, будь вы старше, а главное, будь век другим. Мы бы сидели с вами в какой-нибудь ротонде и говорили бы не о ракадной дороге, не о понтонах, а совсем о другом. Вот как сегодня. Мы расстались, будто старые друзья, а пробыли вместе всего несколько часов. В 1944 году Олендер погиб, как солдат от пули. На Днепре я встречал Гроссмана, Долматовского, на Сожа, Симонова, Уможайска, Ставского, в Белоруссии, Твардовского, в Вильнюсе, Павленко. Мы не успевали поспорить о литературе. Нам было не до этого. Я вспоминаю конец сороковых годов. Трудно себе представить, что во время войны мы жили как бойцы одной роты. Я просмотрел папку с письмами военных лет. Конечно, я понимаю, что мне писали мои старые друзья Таиров, Кончаловский, Толстой, Ахматова, Игнатьев. Но много писем от писателей, которых я до того не знал и с которыми после войны очень редко встречался. Тогда у нас был общий враг. Мы хорошо знали, что такое немецкие танки или немецкие автоматчики. Я перечитал сейчас одно из писем тех лет. Молодой поэт писал мне с фронта. Чего, например, стоят все эти стишки о том, что солдат идет в бой, распевая песню о любимой или что-либо в этом роде? Чего стоят бесконечные варианты синего платочка? Неужели так и не поднимется смелый авторитетный голос в защиту русской поэзии против пошлости, с которой, как с грязью на солдатских сапогах, мы рискуем дойти до самой победы? Но пошлость хоть плавает на поверхности, с ней легче воевать. А что делать с бесконечным потоком стихов пустых, трескучих и бездумных, в которых при титаническом труде не обнаружишь и тени собственной оригинальной мысли? Ими, такими стихами, забиты сплошь и рядом журналы. Далее автор письма просил меня прочитать посылаемые им стихи и объяснял, почему он обращается ко мне. Почему именно к вам? Говорю без лести, под честное слово, потому что всегда, в том числе в самые трудные минуты, ваш голос был с нами, потому что вы пользуетесь доверием фронтовиков. Кроме того, ваш авторитет и любовь к русской литературе гарантирует прямоту и резкость суждений, лучшие качества в критике. Письмо было подписано Грибачевым. Признаюсь, меня в те годы мало огорчали даже трескучие стихи. Мне это самому странно. Вероятно, голос войны все заглушал. Просматривая уцелевшие записные книжки, я нахожу военные новости, адреса полевой почты, имена немецких пленных, с которыми я разговаривал. У меня появилось много новых друзей не писателей, даже не журналистов, артиллеристов, летчиков, саперов. Я переписывался со многими фронтовиками, о некоторых из них попытаюсь дальше рассказать. Генерал Батов в воспоминаниях о Сталинградской битве рассказывает, как его часть захватила 12 заповедей, инструкцию, подписанную Гитлером, как немцы должны обращаться с русскими. Батов пишет, политработники 65-й армии использовали заповеди в беседах с бойцами. Помнится, у чеботарцев беседу проводил лично командир полка. Гневный смех, резолюция, первое, клянемся, бить фашистов беспощадно и первыми выйти к Волге, второе, послать заповеди товарищу Оренбургу и просить раздраконить фрицев через красную звезду. Таких заказов я получал сотни. Я писал о фрицах, писал о войне, о наших людях. Одной из моих статей 1942 года я заглавил «Жить одним». Прожить жизнь одним очень трудно. Это доступно только революционеру в подполье, верующему в катакомбах, да еще может быть ученому. Человек сложное существо, не птица и не рыба. Он живет в различных стихиях, живет разным и по-разному. Но, видимо, почти каждому приходится хотя бы раз в жизни оказаться отлученным от самого себя, от привычных раздумий и сомнений, от круга друзей, от своей внутренней темы. Так было со мной в 1941-1945 годы, в годы красной звезды. Это был один из первых весенних дней. Утром в дверь моей комнаты постучали. Я увидел высокого, грустно-глазого юношу в гимнастерке. Ко мне приходили много фронтовиков. Просили написать о погибших товарищах, о подвигах роты, приносили отобранные у пленных тетрадки, спрашивали, почему затишье и кто начнет наступать, мы или немцы. Я сказал юноше садитесь. Он сел и тотчас встал. Я вам почитаю стихи. Я приготовился к очередному испытанию. Кто тогда не сочинял стихов о танках, о фашистских зверствах, о гастелло или о партизанах? Молодой человек читал очень громко. Как будто он не в маленьком номере гостиницы, а на переднем крае, где ревут орудия. Я повторял еще, еще. Потом мне говорили, вы открыли поэта. Нет, в это утро Семен Гудзенко мне открыл многое из того, что я смутно чувствовал. А ему было всего двадцать лет. Он не знал, куда деть длинные руки и сконфужен улыбался. Одно из первых стихотворений, которое он мне прочитал, теперь хорошо известно. Когда на смерть идут, поют, а перед этим можно плакать. Ведь самый страшный час в бою час ожидания атаки. Сейчас настанет мой черед. За мной одним идет охота. Будь проклят, сорок первый год, ты вмерзшая в снега пехота. Мне кажется, что я магнит, что я притягиваю мины. Разрыв и лейтенант хрипит, и смерть опять проходит мимо. Бой был короткий, а потом глушили водку ледяную и выковыривал ножом из-под ногтей я кровь чужую. Я видел Первую мировую войну, пережил Испанию, знал много романов и стихов о битвах, об окопах, о жизни в обнимку со смертью, романтически приподнятых или разоблачительных Стендалей, Толстого, Гюго и Киплинга, Дениса Давыдова и Маяковского, Золя и Хемингуэя. В 1941 году нашими поэтами было написано немало хороших стихотворений. Они не глядели на войну со стороны. Многим из них ежедневно грозила гибель, но никто не выковыривал ножом из-под ногтей вражескую кровь. Штык оставался штыком лиролирой. Может быть, это придавало даже самым удачным стихам тех поэтов, которых я знал до войны, несколько литературный характер. Гудзенко не нужно было ничего доказывать, никого убеждать. На войну он пошел солдатом-добровольцем, сражался во вражеском тылу, был ранен. Сухиничи, Думиничи, Людинова были для него не строкой в блокноте сотрудника московской или армейской газеты о буднями. При первом знакомстве он мне сказал, я читал, что вы ездили к Рокоссовскому и были в Маклаках, вот там меня ранили, конечно, до вашего приезда. В то утро он мне прочитал и балладу о дружбе. Слово баллада еще шло от традиционной романтики, а стихи были совсем неромантичными. Боец знает, один из двух должен погибнуть, выполняя задание, он или его друг. Мне дьявольски хотелось жить, пусть даже врозь, пусть не дружить, ну хорошо, пусть мне идти, пусть он останется в живых. Я сказал, что Гудзенко мне многое открыл. Война, которую мы переживали, была жестокой, ужасающей, и вместе с тем мы твердо знали, что нужно разбить фашистов. Нам не подходили ни былые честные проклятия, ни новые столь же честные восхваления, насажень человеческого мяса нашинкованы. Нет, изменились не только масштабы, но и восприятие священная война, не те слова. И вот я услышал стихи Гудзенко. В то утро я ни о чем его не спрашивал, слушал стихи. Узнал только, что он киевлянин, что у него есть мать, что он учился в Ифли, и слышал мои стихи в Париже в сороковом году. Гудзенко мне показался поэтом с головы до ног, подростком, еще не научившимся думать вне поэзии. А он тогда записал в своей записной книжке. Вчера был у нас Илья Оренбург. Он, как почти всякий поэт, очень далек от глубоких социальных корней. Так часто бывает при первой встрече. Мы не знали друг друга и рисовали собеседника руководствуясь своей собственной душевной настроенностью. Я читал стихи Гудзенко всем, Толстому, Сейфолиной, Петрову, Гроссману, Сурицу, Уманскому, Марану. Звонил в клуб писателей, в различные редакции. Мне хотелось со всеми поделиться нечаянной радостью. Он пришел снова, мы пригляделись друг к другу. Я его полюбил. Стихи его напечатали, потом устроили вечер в клубе писателей. Он вошел в литературу. Время было военное, быстро призывали, быстро признавали, быстро и забывали. Он был смелым и удивительно чистым. Перед смертью он не оробел, а в литературной среде на первых порах выглядел смущенным подростком. Расскажу об истории с двумя строками, которые я привел выше. «Будь проклят, сорок первый год, ты вмерзшая в снега пехота». Редактор потребовал замены. Гудзенко послушно написал «Ракеты просит небосвод и вмерзшая в снега пехота». Я его спросил «При чем тут небосвод?» Он виноват и улыбнулся «Что я мог сделать?» Прошло пятнадцать лет. Гудзенко умер, и в издании 1956 года появился новый вариант, столь же нелепый. Тяжелый сорок первый год и вмерзшая в снега пехота, как будто солдат, которому кажется, что он притягивает мины, академически размышляет «Год тяжелый». Только в 1961 году, после того, как начала оттаивать вмерзшая в снега поэзия, восстановили подлинный текст. В феврале 1945 года он мне писал с фронта, посылая вам пять стихотворений, печатных и непечатных. Пишу вообще много, записные книжки полны, но что из этого получится, Бог знает. Если что из стихов можно напечатать, будет хорошо. В стихах чернилами даны печатные варианты. Я ведь обучен цензурой с первого стиха. В 1942 году Гудзенко говорил о будущем суровой с доверием. Как все его однополчане, да и как почти все его соотечественники, он верил, что после победы жизнь будет лучше, чище, справедливее. Гудзенко, едва оправившись от тяжелого ранения, в Москве попал под машину. Он долго пробыл в тылу, работал в Сталинграде, выездной редакции «Комсомольской правды». Оттуда он прислал мне свои стихи о Сталинграде, и одно меня снова поразило как открытие. И наконец-то с третьим эшелоном сюда пришла сплошная тишина. Она лежит неслыханно большая на гильзах и набитых кирпичах, таким сердцебиением оглушая, что сходу засыпаешь сгоряча. В сентябре 1943 года он мне писал «Собираюсь на Украину, Киев не дает покоя, вероятно, скоро там буду, а ты ли больше писать здесь не могу, снова пишу о фронте, что получится». В ноябре Гудзенко пришел ко мне, радовался, что едет на фронт, скоро увидит Киев, и вместе с тем по его лицу вдруг пробегала тень, как от одинокого облака. Почему-то я пометил в записной книжке. Гудзенко спрашивал, зачем ввели раздельное обучение, вводят форму, рассказал, как обидели еврея-киевлянина. За год он очень повзрослел. Гудзенко шел с армии на запад. Стоит ли напоминать, что высокая поэзия всегда рождалась в часы испытаний? В 1942 году Гудзенко писал, каждый помнит по-своему, иначе, и сухиничи, и думиничи, и лесную тропу, на людиного, обожженное, нелюдимое. В 1945 году изменились не только названия городов, где шли бои, изменилась и душевная настроенность. Гудзенко прислушивался не к биению сердца, а к звонким словам, к рифмам, занят Дэш, занят Клуш, занят Кимпелунг, нет надежд, только Глуш, плачет Нибелунг. Незадолго до победы он писал мне, война на нашем участке еще настоящая, все повторяется, недавно попал под сильную бомбежку у переправы через Мораву, лежал долго там и томительно, умирать в 1945 году очень не хочется. Кончилась война, выживших демобилизовали, я увидел Семена в пиджаке, но в душе он все еще донашивал старую выленившую гимнастерку. Конечно, менялись сюжеты стихов, он описывал села Закарпатской Украины, колхозы, жизнь мирного гарнизона, он знал, что это большие дела большой столицы, но что у каждого поэта есть провинция, признавался, и у меня есть тоже неизменная, на карту невнесенная, одна, суровая моя и откровенная, далекая провинция, война. Есть в его книжке такая запись, читал на станкозаводе имени Орженикидзе, слушали, мне самому от своих стихов было скучно. Существует много повестей, фильмов, стихов о ностальгии солдата, возвращенного к мирной жизни. Гудзенко об этом не писал, но о чем бы он не писал в его стихах ностальгия фронтовика. Внешне все выглядело хорошо, он нашел счастье или его иллюзию, громко говорил, часто улыбался, ездил по стране, много работал, слыл примерным оптимистом. Я вспоминаю его юношеское признание, вечные спутники счастья, сорок сомнений и грусть. Как-то мимоходом он сказал мне, я научился писать, а пишу хуже. Впрочем, это понятно. Я не возразил, а может быть он ждал возражений, не знаю. Он казался здоровым, возмужал, даже потяжелел. В 1946 году он писал, «Мы не от старости умрем, от старых ран умрем, так разливай по кружкам ром, трофейный рыжий ром». Это напоминало обычную армейскую песенку, а в 1952 мне рассказали, что Гудзенко болен, последствия военной контузии, сделали трепанацию, врачи не знают, выживет ли он. Я вдруг вспомнил кружку с рыжим ромом. Борясь со смертью, Гудзенко написал три стихотворения. Он снова набрал высоту, как в ранних стихах 1942 года. Он умирал в родной далекой провинции, умирал, как умирали его однополчане. До чего мне жить теперь охота, будто вновь с войны вернулся я. За несколько месяцев до болезни он пришел ко мне. Мы долго разговаривали, а разговора не вышло. Может быть, потому, что с ним пришел его друг, поэт, может быть, виноват был я, да и время было не очень-то благоприятное для задушевных бесед. Два или три дня спустя он забежал ко мне на минутку, будто бы забыл написать книгу, постоял, поулыбался и уже прощая сказал, «Многое не так получилось, но мы еще увидимся, поговорим». Больше я его не видел. Да, многое не так получилось, как мы думали в 1942 году. Настала эпоха атомной бомбы. Никто не знал, что будет завтра. Арестовывали невинных, снова и снова стреляли по своим. А Гудзенко умер в зимний месяц в февраль. В очень зимний, холодный, темный февраль 1953 года, незадолго до первой оттепели. Для меня он остался поэтом того поколения, которое начало жизнь у Сухиничей, у Ржева, под Сталинградом. Многие его сверстники не вернулись с войны. Я смутно помню молодых поэтов, читавших накануне войны свои стихи Кульчицкого, Когана. Потом я прочитал их стихи. Они погибли слишком рано, и лучшее написано ими до войны. А Гудзенко сумел заговорить среди шума битв, сказал многое за себя и за других. В стихотворении, которое назвал мое поколение, навязчиво повторяется строка «Нас не нужно жалеть, ведь и мы никого б не жалели». Когда Гудзенко писал эти стихи, он мечтал, что его сверстники вернутся домой с победой и узнают всю меру счастья. В 1951 году он сказал мне в темный передний «Многое не так получилось». А Гудзенко до слез жалко. Я его запомнил очень молодым, таким, каким он был в далекое утро 1942 года. Когда на короткий срок поднялся, увидел и сказал 10 марта 1942 года мне позвонил представитель сражающейся Франции Роже Гарро. Мне нужно было угостить его обедом, это было нелегко. После долгих переговоров директор митрополя согласился предоставить крохотный номер. Умывальник стыдливо прикрыли скатеркой. По тому времени обед был прекрасный, дали водку. Гарро оказался подвижным французом небольшого роста, но с темпераментом. Он рассказывал, как трудно Деголю в Лондоне. Для англичан он эмигрант и только. Гарро строил планы, почему бы не создать в Советском Союзе французских дивизий. Можно начать с авиации. По положению во Франции он отзывался скорее мрачно. Возмущаются немцами почти все. На что вы хотите, люди держатся за деньги, за место, лучше других ведут себя рабочие. Себя он неизменно называл якобинцем. Гарро пригласил меня провести с ним вечер. Среди гостей были французский генерал Петти, журналист Шампенуа, турецкий консул и настоятель Московской католической церкви отец Брон. Гарро неистовствовал. Вы увидите, что англичане и американцы купят по дешевке немецкие заводы и начнут защищать бедную Германию. Для них война это партия в крикет. Я рассказывал о том, что видел на фронте, а отец Брон возмущался фашистскими сдверствами. Вскоре после этого Щербаков сказал мне, что немцы направили на Восточный фронт словацкие части. Напишите для них листовку. Вы ведь бывали в Словакии? Я сразу подумал о Броне. Среди словацких крестьян было много верующих, и на них должно было подействовать обращение католического священника. Я пошел к отцу Брону, который жил тогда в комфортабельном флигеле американского посольства. Дипломаты еще находились в Куйбышеве. Брон мне долго объяснял, что святой отец любит терпимость, и что с Ватиканом нельзя шутить. Наговорили о догматах в церкви, о положении на фронте, о де Голле. Листовку Брон написал, но после этого начал требовать от меня горючего для своей машины. Я обратился в учреждение, распределявшее бензин, мне ответили, что Брон получает больше положенного. Отец Брон писал, что ему приходится очень много передвигаться, чтобы причащать умирающих, а получив отказ, начал мне угрожать не муками на том свете, а тривиальным скандалом. В апреле, когда я получил за падение Парижа сталинскую премию, Гару мне передал поздравительную телеграмму де Голля, а генерал Петти прислал длинущий труд для сжигалки. Всю войну, в отличие от отца Брона, я мог не беспокоиться о бензине. Генерал Петти был начальником военной миссии, товарищем де Голля по военному училищу, верующим католиком. Он меня сразу подкупил искренностью, прямотой и большой скромностью. Он видел, как сражается советский народ, понял его и полюбил, говорил мне, что вернулся во Францию другим человеком. После войны его назначили военным вице-губернатором Парижа. Я был у него во дворце инвалидов. На этом посту он, однако, остался долго, не скрывал своих чувств к Советскому Союзу, ко вчерашним партизанам, а это уже было не по времени. Недавно, когда я был в Париже, уасовцы подложили взрывчатку в его квартиру. Улыбаясь, он мимоходом сказал, «Вчера меня пластиковали». В моей записной книжке я нашел некоторые фразы Гарро. «Второй фронт отложен возврат Мюнхеномании. Англичане и до войны проводили уикенд в Дьепе, увеселительная прогулка, а мы поверили. Вы воюете у Сталинграда, а не обучают будущих комиссаров для стран, которые надеются когда-нибудь освободиться от немцев и, в свою очередь, оккупировать». 28 сентября 1942 года советское правительство признало Национальный комитет сражающейся Франции как единственную организацию, имеющую право выступать от лица французского народа. «Гаро меня обнимал». Он выступил по радио со страстной речью. «Сейчас становится все более ясно, что будущее Европы зависит от взаимного доверия между СССР и Францией, которое вернет себе престиж и величие». В ресторане Арагви Гаро восклицал «Мы должны повесить всех генералов Вермахта. Это не военные, а преступники». В декабре 1944 года в Москву приехал Деголь. Его сопровождали генерал Жуэн и министр иностранных дел Бидо. Переговоры о франко-советском пакте зашли в тупик. Деголь не хотел признать новое польское правительство – Люблинский комитет. Меня пригласили на обед во французское посольство. Дам не было, и рядом с Деголем сидели Лазовский и я. Деголь почти все время разговаривал со мной. Он был в дурном настроении и жаловался на холод москвичей. Потом мне рассказали, что перед обедом его повели в метро, посещение которого входило в программу всех иностранных гостей. Метро менее всего могло заинтересовать Деголя. Он ведь человек 17 века, а тогда не было ни фашизма, ни метро, ни других новшеств. Вагоны были переполнены и для французов очистили детскую площадку. Пассажиры громко высказывали возмущение, а генерал Деголь вздумал обратиться к ним с приветствием. Услышав, что высокий француз генерал Деголь роптавшие испугались, будут неприятности, в вагоне воцарилась тишина, и только один старичок, вспомнив гимназический урок, дребезжащим голосом произнес «Мерси». Деголь рассердился и добрый час на обеде во французском посольстве говорил со мной о характере московской толпы. Для меня он был человеком сопротивления, и я старался его уверить в любви советских людей к Франции. Генерал Жуэн показался мне бравым военным. На Жизеле, пока танцевал у Ланова, он дремал. Говорил, «Я думал, что у вас, по крайней мере, нет всей этой чепухи с привидениями. На следующий день он увидел ансамбль Красной Армии. Когда начали пресать в присядку, он вскочил и радостно крикнул, «Наконец-то казаки!» Кажется, только это ему и понравилось. Меня не удивило, что потом он солидаризировался с ОАС. Бидо пил водку и злился. Подошла последняя решающая ночь. Французов пригласили в Кремль. Бидо для храбрости опорожнил графинчик водки. За ужином Сталин, увидев, что Деголь пьет только боржом, стал угощать Бидо, которого вскоре пришлось отвезти домой. Деголь уехал в посольство, Молотов и Гаро договаривались о спорных формулировках пакта. Гаро мне рассказал, что под утро он поехал за Бидо, который лежал с головой обмотанный мокрым полотенцем. «Господин министр, наденьте брюки, мы договорились, вам нужно подписать документы». В 1942 году все было просто и ясно. В Лондоне тогда выходила французская газета «Марсиез», издавал ее Келлиси. Он просил меня присылать статьи, что я и делал. В октябре редактор «Марсиез» ответил мне газетной статьей «Больше года Россия почти одна несет тяжесть войны против немецкой армии. Эренбург просматривал нашу газету, несомненно искал ответа на свое обращение. Сегодня мы можем ему ответить. Французские рабочие отказываются работать в Германии. Я знаю, что меня упрекнут за сравнение упрямого отказа французского рабочего с мужеством защитника Сталинграда. Но вы, Эренбург, знаете, что нужна повседневная решимость, когда рядом плачут голодные дети, решимость для забастовок под пулеметами». Война рождает то, что мы называли чувством локтя. У меня в гостинице «Москва», на Кропоткинской набережной в генерала Пети, во французском посольстве собирались люди, которых трудно назвать единомышленниками. Морис Торрес, Гаро, Жан-Ришар Блок, генерал Пети, советник посольства, Шмидтлейн, Шампенуа, Горс, Катала. Мы дружески беседовали. В 1944 году я привез из Вильниса несколько бутылок старого бургундского. Мне их дали танкисты, разочарованно говоря, «Илья пишет крепко, а любит квас». На бутылках значилось по-немецки, только для вермахта. Продажа запрещена. Я позвал к себе московских французов. Гаро чокался с Торресом за победу. Вино мы пили с особенным удовольствием. Оно ведь предназначалось для немецких офицеров. В конце 1942 года, в очень тяжелые дни, в Советский Союз приехала первая группа французских летчиков эскадрилья Нормандия. Французов поместили возле Иванова. Там они должны были освоить наши истребители. Я поехал к ним вместе с Шампенуа. Мы повезли подарок патефон и пластинки. Приехали мы как раз к Сочельнику, который во Франции празднует все, как у нас Новый Год. По случаю праздника освободили из-под ареста одного провинившегося. Его история нас развеселила. В Ивановском цирке девушка сунула французскому летчику записку, назначала свидание. Нормандия стояла в десяти километрах от города. Кругом были сугробы. Французы, не привыкшие к таким зимам, зябли, но летчик, получивший записку, решил попытать счастье и добраться до девушки по указанному ее адресу. Он сбился, потонул в сугробах, его вытащили и комендант эскадрильи посадил его на семь суток под арест. Освобожденный весело говорил, все равно я ее найду. Французам устроили пышный ужин. Все выпили, расчувствовались и начали петь хором фривольные песни. Мотив был печален, и одна из подавальщиц мне шепнула молятся, убьют их, да еще на чужбине. Действительно, из первой группы летчиков, прибывшей еще до Сталинградской победы, мало кто уцелел. Погиб майор Тюлян, маленький, веселый, которого летчики дружески звали Тю-Тю. Генерал Захаров после гибели капитана Литольфа, командира эскадрильи, настаивал, чтобы Тюлян не рисковал собой. Вы командир, имеете право. Но Тюлян погиб летом 1943 года под Орлом. Погиб замечательный человек Лефевр, которому посмертно присвоили звание Героя Советского Союза. Возле Витебска весной 1944 года его самолет загорелся. Обожженный он был доставлен в Москву. Помню, в военном госпитале в Сокольниках врач хмуро говорил «Положение очень тяжелое». Мы его похоронили на немецком кладбище. По странной иронии судьбы, рядом была братская могила французов, погибших при походе Наполеона на Россию. Санитарка плакала. Погибли капитан Литольф, лейтенанты Тедеско, Дорвиль, Десейн, Дени, Жуар, Дюран, Фуко, много других. Два героя Советского Союза уцелели, Альбер в прошлом рабочий завод Рено и аристократ Виконт Делапуап. Один из его предков был генералом французской революции, сражался против Шуанов, а потом Виталия против Суворова. Нормандия стала Нормандия Неман. На ее боевом счету было 300 сбитых самолетов. В нашем небе сражались 95 французских летчиков, из них в живых осталось 36. Я навещал летчиков Нормандии возле Орла, потом около Минска, встречал их в Москве, в Туле, в Париже, и мне хочется сказать, что они были хорошими товарищами, не унывали, легко приспособились к жизни на чужбине. Наши летчики, механики, переводчики их полюбили. Могу ли я забыть, как лейтенант Де Сейн погиб, потому что не хотел спастись и оставить советского механика? Могу ли позабыть, как советские бойцы спасли в заливе Фришгаф лейтенанта Де Жофро? Тогда о дружбе народов говорили не на конференциях. Кровь оказалась вязкой. 22 августа 1944 года, вернувшись с фронта в Москву, я прочитал в редакции сообщение о восстании в Париже. Рано утром мне позвонил Гаро. Париж победил! Я пошел во французское посольство. Там были генерал Петти, Гаро, Шантенуа, сотрудники посольства, несколько старых женщин. Маленький Патефон беспрерывно исполнял Марсельезу. Мы от волнения ничего не могли сказать. У Жанри Шара Блока в глазах были слезы. Потом мы пили за Францию, за Красную Армию, за партизан, за Барижский комитет освобождения. Я спросил Гаро, кто это полковник Роль? В одной из телеграмм говорилось, что он руководил уличными боями. Гаро восхищенно ответил, кажется, это не настоящая фамилия. Я слышал, что он рабочий, коммунист. Во всяком случае, он герой. Правительство де Голли наградило меня крестом офицера почетного легиона. Новый посол генерал Катру торжественно прикрепил крест к моей груди, обнял меня и сказал, что Франция никогда не забудет тех, кто остался ей верен в черные годы. Летом 1946 года я был в Париже. Там устроили торжественный вечер. Зал Плеель, тот самый, где три года спустя собрался первый конгресс сторонников мира, был переполнен. В президиуме сидели Эдуард Эрио, Ланжевен, Торрес, генерал Петти. Ждали председателя Совета Министров Бидо. Он опаздывал, публика нервничала, и вечер начали без него. Когда я выступал, в зал вошел Бидо, сопровождаемый двумя фликами, так зовут французы полицейских в форме или в гражданской одежде. Председатель прислал мне записку. Бидо хочет сразу выступить, он торопится. Я шел от микрофона к столу, а Бидо шел мне навстречу. Он хотел со мной поздороваться, но зашатался. Я его вовремя поддержал. В зале, наверное, думали, что мы обнимаемся. Все же он произнес речь, восхвалял меня. Весной 1950 года, когда Бидо снова возглавил правительство, мне нужно было поехать из Брюсселя в Женеву. Я попросил у французов транзитную визу. Мне отказали. На парижском аэродроме пришлось менять самолет. Флик зорко глядел, чтобы я не улизнул. Проводил меня на борт швейцарского самолета. Видимо, ему показалось, что я иду недостаточно быстро, и он меня подтолкнул, как будто я не офицер почетного легиона, а воришка, которого ведут в каталажку. Вот я дошел и до наших дней. Как известно, генералы бывшего Рейхфера на французской земле обучают военной науке детей тех самых солдат, которых я видел в Париже с захваченным немцами. Гарро когда-то мечтал, что всех генералов Гитлера повесят. Говорят, он теперь изменился. Я его не встречал. Недавно возле Реймса состоялся парад. Французские солдаты маршировали рядом с немецкими. Когда я был мальчиком, танцевали кадриль, джаза еще не было. В этом танце много фигур, и время от времени кто-то восклицал «Кавалеры меняют дам». В моей жизни мне пришлось увидеть достаточно фигур кровавой кадрильи. В 1912 году русские газеты писали о единстве славян, об освободительной войне против тиранической Турции. сербы, болгары и греки разбили турок, подписали мирный договор, а месяц спустя недавние союзники подрались между собой. Началась война между Болгарией с одной стороны, Сербией и Грецией с другой. Турция, в свою очередь, напала на Болгар. Я тогда был молод и удивлялся. Потом я ко всему привык. В 1915 году Италия, входившая в Тройственный союз, начнула войну против своих вчерашних союзников. Французские газеты восхищались пылом Данунцио и Муссолини. За Италией на четверть века укрепилось прозвище Латинская сестра. В 1940 году сестра напала на Францию. Все это непонятно или слишком хорошо понятно. Почему же телеграмма о франко-немецком параде меня обидела? Ведь я знаю, что дипломатия и мораль не состоят в родстве. На обыкновенного человека неизменно производят впечатление, казалось бы, несущественные детали. Я об этом упоминал, рассказывая об одной злополучной телеграмме, посланной в декабре 1940 года Риббентропу. Я вспомнил Реймс в годы Первой мировой войны, искалеченный собор, школу в винном погребе. Вспомнил рассказы о партизане, уроженце Реймса, расстрелянном в 1943 году. И мне стало не по себе. Может быть, это наивно, но мне кажется, что у мертвых есть свои права, что кровь не вино на политическом банкете, что совесть не всегда в ладу с расчетами, что азбуку морали куда труднее изменить, чем направление внешней политики. Конечно, мои чувства к Франции не могли перемениться от зигзагов того или иного французского правительства. В одном моем стихотворении есть такие строки. Ты говоришь, что я замолк и с ревностью и сукаризной. Париж не лес, и я не волк, но жизнь не вычеркнешь из жизни. А жил я там, где серый сед, подобен каменному бору, и голубой и в пепле лет стоит, шумит великий город. Прости, что жил я в том лесу, что ты пережил и выжил, что до могилы донесу большие сумерки Парижа. В другом стихотворении имеется горькое признание. Зачем только черт меня дернул влюбиться в чужую страну? На это сказано в сердцах. Я не мог, да и не могу относиться к Франции как к чужой мне стране. Слишком долго прожил в Париже, слишком многому там научился. В моих рассуждениях я часто несправедлив, и читатель это легко поймет. Недавно пионеры Орла написали мне, что обнаружили в области могилы двух французских летчиков. Я вспомнил веселых и смелых французов, наполнивших смехом, песнями Аргобель Вилля или Мениль Монтана Березовый лесок, где летом 1943 года располагалась эскадрилья. Я знаю, что забвение закон жизни, это репетиция смерти. Обидно другое, как под влиянием событий невольно деформируются человеческие взаимоотношения. Говоря это, я думаю о некоторых людях, которых считал друзьями. Кажется, будто идешь сам по себе, а это иллюзия. Шагаешь и командует взводный, которого в торжественные минуты именуют временем или историей. Налево, направо, поворот кругом, шагом марш. Потом остается вежливо отмечать, с таким-то больше не встречался, наши пути разошлись. После долгой и суровой войны все радовались весне. Мы нежились на солнце и гадали, что нам сулит лето. Вспоминая Думеничи, до войны там был завод, на котором изготовляли ванны. Городок сожгли, среди щебня на солнце сверкали ванны. Все, что оставалось от Думеничи. Немолодой сержант с седой щетиной на щеках лениво философствовал. Санитария? А ему гаду что? Ему лишь бы поломать. Сходил бы я сейчас в баньку. Только я думаю, этому конца не будет. Наверное, еще год провоюем. Говорят, у нас теперь танки замечательные. Вот вы напишите да покрепче. Люди очень переживают. Вчера политрук говорил, да если он на хал сунется, мы его так тряхнем, что он свою фрау не узнает. А кто его знает, что он еще придумал? Очень людей жалко. У нас Осипова паразит убил. В газете про него было. Вы мне объясните, почему он гад людей убивает? В Сухиничах я познакомился с генералом Рокоссовским. После битвы под Москвой его имя все выделяли, да и внешность у него была привлекательная. Кажется, он был самым учтивым генералом из всех, которых я когда-либо встречал. Я знал, что жизнь его была нелегкой. Поэтесса Бергольц мне рассказывала, что когда ее арестовали, в соседней камере сидел Рокоссовский. В Сухиничах он был ранен, осколок снаряда задел печень. Рокоссовский ничего почти не мог есть, езда в машине резкие движения причиняли ему боль. Об этом мало кто догадывался, Константин Константинович отличался редкостным самообладанием. Разумеется, я спросил его, что будет дальше. Он спокойно ответил, что напрасно немцы все валят на русскую зиму. Зима их скорее выручила, приостановила наше наступление. Может быть, он это говорил, чтобы приободрить других. Может быть, так думал. Если шахматист не знает замыслов партнера, то фигуры на доске он все-таки видит, а командиру приходится основываться на данных разведки, иногда несоответствующих действительности. Два месяца спустя я слышал от военных. Зря мы силы разбрасывали. Юхнов, сухиничи, а к обороне не приготовились. У меня нет здесь своего мнения. В математике трудно разобраться, нужна подготовка, но если поймешь, то ясно, что это именно так, а не иначе. Другое дело история. Любое событие можно истолковать по-разному. Музу геометрии и астрономии Уранью художники изображали с циркулем, а музу истории Клио с рукописью и пером. Сборники русских пословиц, собранных Далем сто лет назад, несколько страниц посвящены искусству вымысла. Есть там и такая поговорка «Черт ли писал, что Захар комиссар?» 18 мая сводки говорилось о наших больших успехах на Харьковском направлении. Я сидел писал статью, когда пришел полковник Карпов и загадочно усмехаясь сказал «О Харьковском направлении не пишите, есть указания». Неделю спустя немцы сообщили, что на юг от Харькова окружены три советские армии. 5 июня мне позвонил Щербаков «Пишите за границу о Втором фронте». Молотов вылетел в Лондон. 10 июня немцы начали крупное наступление на Южном фронте. Началось горькое лето 1942 года. В сводках появились новые названия фронтов Воронежский, Донской, Сталинградский, Закавказский. Страшно было подумать, что бюргер из Дюссельдорфа прогуливается по Пятигорску, что марбургские бурши девятся пескам Калмыкии. Все казалось неправдоподобным. Я сидел и писал, писал ежедневно в Красную Звезду, писал для Правды, для Пура, в английские и американские газеты. Я хотел поехать на фронт, редакция меня не отпускала. В газету приходили военные, рассказывали об отступлении. Помню полковника, который угрюмо повторял, такого драпа еще не было. Отступление казалось более страшным, чем год назад. Тогда можно было объяснить происходящее внезапностью нападения. Офицеры, политработники, красноармейцы слали мне письма полные тревоги и раздумий. Не про все я тогда знал, да и не про все из того, что знал, мог написать. Все же мне удалось с летом 1942 года сказать долю правды. Никогда не напечатали бы такие признания ни за три года до этого, ни три года спустя. Вот отрывок из статьи в правде. Помню, несколько лет назад я зашел в одно учреждение и ушибся о стол. Секретарь меня успокоил. Об этот стол все расшибаются. Я спросил, почему не переставите? Он ответил, заведующий не распорядился. Переставлю, вдруг с меня спросят, почему это ты придумал, что это означает? Стоит и стоит так спокойней. У нас у всех синяки от этого символического стола, от косности, перестраховки, равнодушия. А вот из статьи в Красной Звезде кто сейчас расскажет, как люди думают на переднем крае, напряженно, лихорадочно, настойчиво? Они думают о настоящем и прошлом. Они думают, почему не удалась вчерашняя операция и о том, почему в десятилетки их многому не научили. Они думают о будущем, о той чудесной жизни, которую построят победители. Война большое испытание и для народов, и для людей. Многое на войне передумано, пересмотрено, переоценено. По-другому люди будут и трудиться, и жить. Мы приобрели на войне инициативу, дисциплину и внутреннюю свободу. На фронте было много бестолочей и много потрясавшего меня героизма. Немцы приближались к Сталинграду, а Красная Армия приближалась к победе, но мы тогда этого не знали. Меня, как и всех моих соотечественников, в то лето поддерживало ожесточение. Москва была одновременно и глубоким тылом и наблюдательным пунктом на переднем крае. Немцы сидели по-прежнему в Гжатске, но на этом участке они атаковать не пытались, и Москва не знала лихорадки минувшей осени. Какой-то шутник сочинил стишки. «Жил был у бабушки серенький козлик, сказка-то сказкой, а немцы-то возле». На улицах было много народу, стояли очереди, шли переполненные трамваи, люди хмурились, молчали, все знали, что немцы захватили пшеницу Кубани, нефть Майкопа, хотят отрезать Москву от Урала, Сибири. В газетах появилось старое предупреждение французских якобинцев «Отечество в опасности». У меня сохранилась записная книжка того лета, записи короткие и не связанные, даты событий, чьи-то фразы, лоскутки жизни. Из Керчи приехал Сельвинский, говорил, «Бойцы научились, генералы нет». Рассказывал о панике, о немецких зверствах, загнали в катакомбы сначала евреев, потом военнопленных. Темин привез из Севастополя фотографии, агония города, развалины, памятник Ленину, убитые дети, матрос в окровавленной тельняшке. Пришло сообщение о смерти Петрова. Я пошел к Катаеву, у него был Ставский. Мы сидели и молчали. Я спросил английского посла Керра, когда же откроет второй фронт. Вместо ответа он начал меня допрашивать, какой формы трубка Сталина. Он хочет привезти ему из Лондона самую лучшую трубку. Я сказал, что не знаю, какую трубку курит Сталин, я с ним не встречаюсь, да это и не важно, пора открыть второй фронт. Керр деликатно улыбнулся и замолк. Я сидел в своем номере, когда в коридоре раздолит крики. Я выбежал в коридор и узнал, что с верхнего этажа в пролет лестницы упал поэт Янка Купала. Прибежал в возмущении корреспондент United Press Шапира, цензура ему вычеркнула фразу «от Воронежа до Дона восемь километров». Женщина продавала картошку 45 рублей за килограмм. Ее убили. Кусочек сахара стоил 10 рублей. В Мавке жила француженка Аннет, вышедшая замуж за советского архитектора. У нее был грудной ребенок. Муж был далеко. Однажды она позвонила и, задыхаясь от волнения, сообщила «Ванечка приехал, привез бутылку масла». 26 июля был книжный базар. Писатели написывали свои книги. Одна женщина запротестовала «Почему вы ему поставили дату, а мне нет?» Никто не улыбнулся. Алексей Толстой пыхтел в трубку, говорил «Немцев все-таки расколотят. А что будет после войны? Люди теперь не те». 29 июля был опубликован указ об учреждении новых орденов Суворова, Кутузова, Александра Невского. В тот же день по ротам читали приказ Сталина. В нем шла речь не об орденах, а об оставлении без приказа Ростова и Новочеркаска, о беспорядке, панике. Так дальше продолжаться не может, время опомниться, ни шагу назад. Никогда прежде Сталин не говорил с такой откровенностью, и впечатление было огромное. Один из военных корреспондентов «Красной звезды» сказал мне «Отец обращается к детям и говорит «Мы разорены, мы должны теперь жить по-другому». Слово «отец» он произнес без иронии и без восхищения, как в справку. Немцы, однако, продолжали идти вперед к Северному Кавказу. Приехал генерал Говоров, рассказал, что был у Сталина, настаивал на эвакуации гражданского населения из Ленинграда. В редакции я прочитал, что футурист Маринетти отправился в Россию, хочет посмотреть, как фашисты перевоспитывают мужиков. Я вспомнил давние стихи Маринетти «Мое сердце из красного сахара». Я получил дневник секретаря полевой полиции 626-й группы Фридриха Шмидта. Вот его запись от 25 февраля. Коммунистка Екатерина Скороедова за несколько дней до атаки русских на Буденовку знала об этом. Она отрицательно отзывалась о русских, которые с нами сотрудничают. Ее расстреляли в 12.00. Старик Ставилия Петрович Степаненко и его жена из Самсоновки были также расстреляны. Уничтожен также 4-летний ребенок любовницы Горовилина. Около 16.00 ко мне привели 4-х 18-летних девушек, которые перешли по льду из Ейска. Нагайка их сделала более послушными. Все четверо студентки и красотки. Я напечатал дневник и получил письмо старшины из Буденовки, который знал расстрелянных. Мне прислали народный календарь «Спутник сельского хозяйства». Его издали на русском языке немцы для захваченных областей. Каждый день, когда я прочитывал страшные документы о зверствах, садизме, о стремлении фашистов не только разорить, но и унизить наш народ. Что по сравнению с приказами Гитлера какой-то дурацкий календарь? Но так порой бывает, возмущает деталь. Я разозлился, выписал памятные даты. Январь, 12-е рождение Геринга и Розенберга, 29-е рождение Чехова, февраль, 10-е смерть Пушкина, 23-е смерть Хорста Весселя, 24-е годовщина провозглашения Гитлером программы Национал-Социалистической партии, 26-е смерть Шевченки и так далее. Я вдруг припоминал и ругался Геринг и Чехов. Хорошо. 15-го августа было собрание писателей. Председательствующий говорил, что время трудное, нужно подтянуться, не скулить и не пить. В тот день немцы заняли Элисту. Казах Оскар Лехеров писал мне с фронта, что такое жизнь. Это очень большой вопрос, потому что каждый хочет жить, но смерть раз в жизни неизбежна, а тогда надо умереть как герой. Немцы дошли до Моздока. Каждый день кто-нибудь из моих знакомых получал извещение о гибели отца, сына, мужа. Я несколько раз ездил на фронт. Дороги чинили измученные женщины, на заводах работали дети и в перерывах затевали игры. Все мешалось, геройство и оцепенение, духовный рост и жестокий быт. С начала немецкого наступления все гадали, когда же союзники откроют второй фронт. Уманский мне говорил, не рассчитывайте, никакого второго фронта не будет. Я писал резкие статьи в Ньюс Кронику, Ивнинг Стандарт, Дэля Геральт, говорил, что думают наши о бездействии союзников. Газеты печатали статьи, даже благодарили меня, но ничего, конечно, не менялось. Правда, член парламента, консерватор Дэвисон, обратившись с запросом к министру информации, сослался на одну из моих корреспонденций. Но английские министры даже информации в совершенстве обладают искусством оставлять неуместные вопросы без ответа. Я часто встречался с иностранными корреспондентами. Лиланд Столл был оптимистом, говорил, скоро будет десант во Франции или в Голландии. Оптимизм у него был прирожденным, как у Петрова, который, уезжая в Севастополь, сказал мне, «Наверно, второй фронт откроет через неделю другую». Хиндус и Верт напротив были скептиками. Об иностранных корреспондентах я расскажу позднее. Помню несколько смешных историй, а в то лето нам было не до смеха. И если мы порой смеялись, то не весело. Открывая американские консервы, именовавшиеся «Тушенкой», фронтовики злобно приговаривали, «Ну, откроем-ка второй фронт». В Лондоне и Нью-Йорке были грандиозные митинги. Простые люди требовали второго фронта. 12 августа в Москву приехал Черчилль. Мы волновались, договорятся или нет. Прибежал Шапира, Гарриман недоволен результатами. Я рассказал об этом Уманскому. Константин Александрович усмехнулся. А кто доволен? Разве что Петен. Каменьке было туманным. Только Черчилль уехал, как пришло сообщение о высадке англичан в Дьеппе. Люди на улицах собирались, радостно обсуждали, теперь немцы скиснут. Меня спрашивали, где Дьепп? Я был настроен скорее скептически, но вечером в редакции все говорили, что это начало больших операций. Сталин убедил Черчилля, немцам придется сразу убрать несколько дивизий с нашего фронта. Ортенберг позвонил Молотову. Нужно ли посвятить высадке в Дьеппе передовицу? Иллюзии длились недолго. Десант в Дьеппе оказался небольшим рейдом. Может быть, английское правительство захотело несколько успокоить общественное мнение. В редакции Моран декламировал стихи Полежаева. «Британский лорд свободой горд, упрям и тверд, как патриот. Он любит честь, он любит есть и после сесть на пароход». Не знаю, как отнеслись к экскурсии в Дьепп рядовые англичане, но у нас люди возмущались. Им казалось, что их обманули. На войне исчезает многие хорошие чувства. Часто я вовил себя на том, что огрубел. Но одно высокое чувство, связанное с самоотверженностью, расцветает именно в военные годы. В газетах его называли боевой выручкой. Постепенно на нас переставали действовать рассказы о снайпере, у которого на боевом счету полсотни немцев, или о пехотинце, уничтожившем бутылками пять танков. Можно приглядеться и к отваге. Но одно неизменно волновало и меня, и людей, с которыми я встречался. Самопожертвование, смерть солдата, решившего спасти товарища и принявшего на себя удар. К этому нельзя привыкнуть. Каждый раз это потрясает, кажется чудом, и как бы ни было трудно, начинаешь снова доверять жизни. Есть дипломатия, она доступна специалистам. Есть то, что называется внешней политикой. Она может быть понятной всем, но будучи связанной с расчетом, со стратегией или тактикой, она апеллирует к разуму. Есть и нечто другое, совесть. Ее опасно оскорбить. Поскольку я рассказываю о пережитом, я не могу умолчать о том, что мы пережили в то окаянное лето. Конечно, я понимаю, почему союзники начали военные операции летом 1944 года, а не 1942-го. Уилки, а позднее Иден, говорили мне, что к десанту они не были достаточно подготовлены и не хотели лишних жертв. Армия Гитлера, по их мнению, должна была сноситься на нашем фронте. Лишние жертвы достались нам. Понять подобный расчет можно, не такие уж это сложные выкладки. А вот забыть о происшедшем трудно. Почти у каждого из нас она связана с личным горем. В сентябре Ортенберг разрешил мне поехать к Ржеву, где, начиная с августа, шли ожесточенные бои. В истории войны об этих боях говорится наступательные действия в районе Ржева, угрожавшие немецкому плацдарму группы «Центр», находившейся под командой генерал-полковника Моделя и сковывавшие крупные силы противника, тем самым содействовали обороне Сталинграда. В летописи многих советских семей Ржев связан с потерей близкого человека. Бои были очень кровопролитными. Мне не удалось побывать у Сталинграда и о битве на Волге я знаю только по очеркам Гроссмана, по роману Некрасова да по рассказам друзей, но Ржева я не забуду. Может быть, были наступления, стоившие больше человеческих жизней, но не было, кажется, другого столь печального. Неделями шли бои за пять-шесть обломанных деревьев, за стенку разбитого дома да крохотный бугорок. Зарядили дожди. Вопреки утверждению редактора правды, они казались желтыми, даже рыжими. Что может быть тоскливее в осеннюю пору, чем тверские болота с грязным небом, с пестрой лихорадочной листвой, с засасывающей хлябью дорог? Машины буксовали и с отчаянными криками раз их пытались столкнуть с места. Кое-где дорога была услана срубленными деревьями и замызганные виллесы подпрыгивали, как раненые птицы. Ехали к Ржеву долго. Вместо торжка старицы сожженных немецкой авиацией чернили обугленные корпуса пустых домов. В деревнях женщины копали картошку и сжимали картофелины, как камешки золотоносной породы. С одного из бугров можно было разглядеть Ржев. От него мало что оставалось, хотя издаль он казался обыкновенным живым городом. Наши заняли аэродром, а военный городок был в руках немцев. Все время я видел два жилых корпуса. Тот, что повыше, солдаты называли полковником, второй подполковником. Часть пригородного лесочка была полем боя, и зародованные снарядами и минами деревья казались кольями, натыканными в беспорядке. Земля была изрезана окопами, как волдыри взбухали блиндажи. Одна воронка переходила в другую. Узбеки в маскировочных халатах, высокие, красивые, казались актерами загадочной феерии, а роспись халатов напоминала абстрактную живопись. В штабах лежали карты с квадратами города, но порой от улиц не было следа, бои шли за крохотный клочок земли, поросший колючей проволокой, нафаршированный осколками снарядов, битым стеклом, жестянками из-под консервов, калом. Несколько раз я слышал немецкие песни, отдельные слова, враги копошились рядом в таких же окопах, глушили босы орудий, неистовствовали минометы, а потом вдруг в тишине двух-трех минут слышалась дробь пулеметов. Люди жили в такой тесной близости не только с немцами, но и со смертью, что ничего больше не замечали. Создался быт, толки о том, когда же начнут выдавать сто граммов, обсуждение, за что получила медаль Варя, перекочевавшая в землянку командира батальона. При рубком свете коптилок солдаты ругались, писали письма домой, искали вшей, их называли автоматчиками, заводили длинные разговоры о том, что будет, когда кончится война. О смерти никто не хотел говорить, предпочитали вспоминать или загадывать. Когда взвивались ракеты, кто-нибудь спокойно ругался. Развесил гад, сейчас начнет. Два часа спустя другой сплевывал, вот паразит. Это он пикирует. В штабе раздавали ордена награжденным, составляли списки пропавших без вести. В санбатах переливали кровь, отрезали руки, ноги. Санитар жаловался, и часа поспать не дают. Связистки, эти неизменные героини всех военных рассказов, Маруси, Кати, Наташи, повторяли, «Ока, дай мне звезду». По наивной конспирации полки батальоны именовались в телефонных разговорах хозяйствами. Командир кричал Оле Ильвери, «Да что вы, вашу мать, мешаете?» Девушки вспоминали выпускной вечер, первую любовь. Почти все, которых я встречал, на фронт пришли сразу со школьной скамьи. Они часто пугливо ежились, слишком много кругом мужчин с жадными глазами. В редакции дивизионной газеты майор диктовал «Подвиг старшины Кузьмичева по заданию командования». Потом он делился новостями с приятелем инструктором по партучету. Говорят, мех ли со снимут? Вот это будет номер. За всем этим было, однако, не безразличие, не мелочность будней, а ожесточение. Войне шел второй год, и она давно перестала казаться внезапной катастрофой. Она возмужала, и хотя все знали, что на юге происходят страшные события, что немцы дошли до Волги, жила уверенность, что война надолго, что одним суждено погибнуть, может быть, через год, может быть, через час, а те, что чудом уцелеют, увидят победу. Каждому казалось, что он-то обязательно выживет, и каждый суеверно старался об этом не только не говорить, но и не думать. Порой все как-то притихало, порой бои разгорались. Полковнику Говалевскому удалось прогнать противника с северного берега Волги. В течение восьми месяцев немцы укрепляли свои позиции, хорошо оборудовали минные поля. Младший лейтенант Рашевский повел роту в атаку до срока, нарушил приказ. В этой роте были бойцы разных национальностей, русские, узбеки, татары, евреи, башкиры. Рашевский был ранен, но остался в строю. Татарин Ибрагим Багауддинов говорил, маленько их пощекотали. У колхозника Шумского в оккупированной немцами деревне остались родители, жена, сестры. Стариков жалко, повторял он, вот где у меня скребет. У него было мягкое русское лицо с расплывчатыми чертами, а чувствовалось, что его изводит тоска. Он тихо повторял «бить их». Помню бледное лицо Даниила Алексеевича Прыткова в прошлом уральского столевара. Он воевал иступленно. Я узнал, что у него на Урале старая мать, и что немцы убили его товарища. Прытков полз ночью к немецким позициям и возвращался с трофеями, приносил автоматы, снайперские винтовки. Он говорил подполковнику Самосенко, «Товарищ начальник, дайте мне отечественный автомат, у меня немецких шестнадцать штук было, роздал, противно мне из них стрелять». Подполковник говорил «Да ты отдохни, денек». Прытков отказывался «А кто наступать будет?» Он жил одним. После контузия он стал плохо слышать, прикладывал к уху ручные часы, оглох. «Ничего, там услышу, где там, я так и не понял». Он повторял «Гады, гады», а глаза горели, шевелились губы, чувствовался душевный подъем. Солдат Илья Горев мне сказал «От них сердце сохнет». И впрямь, когда я теперь думаю о наших чувствах того времени, я вижу, мы жили в такой ненависти к фашистам в такой тоске и тревоге, что можно было сравнить сердце каждого с землей в засуху, растрескавшейся, горячей, выжженной. Лето 1942 года. Старшина Беляков был немолодым тихим колхозником. Он со мной разговорился, жаловался, что жене трудно, трое детей, она болезненная, колхоз бедный, и до войны жили плохо, а теперь еще хуже. Пока другие шутили, спорили, делились военными новостями, он сидел молча, иногда закуривал и долго кашлял, только раз вышел из себя, когда ему рассказала женщина, что немцы, уходя, пристрелили корову. Совести у них нет, что солдат, что ребенок, для них все одно, да таких убить мало, а что с ними делать? Он замолк, насыпал самосадов кулачок газеты, читать не любил, и тихо добавил, вот говорили, магазины у них хорошие, товаров много, а вы объясните, душа у такого есть? Над Мишей и Савченко все посмеивались, он писал стихи о любви и посвящал их различным особам, то Светлане, то Леночке. Я записал рассмешившие меня в строки. На фронте нет ни розы, ни пегаса, но Фридс наставил много всюду мин, а я до наступательного часа с тобой любовь, с тобой влечу в Берлин. Он обижался, что ни одно из его произведений не было напечатано в дивизионной газете. Там признают одни шаблоны, напиши я про гвардейскую честь, сейчас же тиснут. И вот этот Миша, когда немцы атаковали, подбил танк. Генерал Чанчибат завручил ему красную звезду, обнял. Миша подымал и без того высоко расположенные тоненькие брови. А что я, дам танку дорогу? Он посвятил стихи об ордене связистки груши, но их не напечатали. И еще я вспомнил маленького еврея-парикмахера, кажется, его звали Фегелем, имя в записной книжке стерлось. В отличие от других парикмахеров, он стрики брил молча. Никто не понимал, как он пошел за языком и дотащил на себе рослого немца. Да и он не умел объяснить. Скучно стало, ну и вспомнил разное. Я не стал допытываться, что он вспомнил. Наверное, у него остались в оккупации близкие. Он был меньшанином. Я только спросил, страшно вам было? Он пожал плечами. Я когда полз, ничего не чувствовал. А может быть, чувствовал, но забыл. Вот теперь вспомню и страшно. С американским журналистом Левандом Стоу мы были у генерала Чанчибадзе порывистого веселого грузина. В ту ночь немцы вели сильный минометный огонь, а Порфирий Георгиевич невозмутимый произносил цветистые тосты, хотел уложить американцев. Лелан Стоу смелый человек. Он был на различных войнах в Испании, в Норвегии, в Ливии. Пить он умел, но не выдержал. Больше не могу. Тогда генерал налил себе полный стакан, а журналисту чуточку на донышке и сказал мне, вы ему переведите. Вот так наши воюют, а так воюют американцы. Стоу рассмеялся. В первый раз я радуюсь, что мы плохо воюем. На следующую ночь по дороге в штаб армии мы увидели избу, долго стучались. Наконец раздался перебуганный женский голос. Кто там? Свои. Женщина нас впустила, недоверчиво осмотрела. Я уж думала, не хрица ли? Она говорила вместо фрицы хрицы. Услышав, что мы говорим друг с другом не по-русски. Она заплакала хрицы. Я объяснил, что со мной американец. Женщина сказала, чего они сидят у себя? Что нам подыхать всем? Я перевел ее слова по-русски. Он отвернулся. Это был не там ада. Проснулся ребенок, заплакал. И женщина его баюкала. По Туржевам неожиданно я встретил испанку, Эму Лазаревну Вольф. Она работала по контр-пропаганде. Мы вспомнили Мадрид. Все это уже было. И нам казалось, что так всегда будет. Полевой телефон, минометы, смерть. Только вот подрос ее сын. Она рассказала, что он воюет у Ржева. Да еще не было на свете милого Горева, защитника Мадрида. Трудно было примириться с мыслью, что его убили свои. У меня был товарищ, замечательный командир. Отличился финскую войну, а его посадили за месяц до того, как немцы напали. Рассказывал мне генерал Зыгин, человек смелый и хороший. Был этот темный звездный ночь на тихом участке фронта. Мы сидели в палатке на берегу. Алексей Иванович шутил домик на Волге. Он размышлял вслух, дотянем до конца, тогда все будет по-другому, а то пакости много. Вот напечатали вправде пьесу фронт, все правильно, только почему поздно спохватились, сколько невинных загубили, а подхалимов на высокие места расставили. Страха навели. Я на переднем крае не боюсь, а тогда, как все трусы праздновал. Как по-вашему, Сталин знает хотя бы одну десятую? Я думаю, ничего он не знает. Обманывали его, говорили, подготовка блестящая. Теперь-то он не может не видеть. Говорит он правильно, но кто должен выполнять? Все те же. Мысли генерала Зыгина тогда разделяли многие. Мне хочется быть точным, я боюсь каждый раз, что теперешние оценки могут повлиять на изложение прошлого. Приведу отрывки из письма, написанного мне в сентябре 1942 года фронтовиком капитаном Шестопалом. Оно у меня сохранилось. У меня пропали жена, ребенок. Говорю, как о вещи пропали. Люди в оккупированных краях пропадают хуже вещей. Мою милую голубоглазую Украину распяли паскудные немцы. Никогда я так не дрожал за судьбу своего отечества, как теперь. Только и слышишь, что отошли на новые рубежи, что враг теснит наши войска. Когда мы кончим войну, помоем руки и сядем судить, кто что сделал для того, чтобы спасти страну, вспомним тех, кого нужно вспомнить и к вас следует жестоко высечь за неродилость или жульничество. Возможно, печать старалась учить общество на хороших примерах, а получалось, что в нашей социальной жизни ни сучка ни задоринки. Дорого нам обходится эта дидактика. Сталин бьет в набат газеты не применут сейчас же поднять шумиху, сделать из этого очередную кампанию, успокоить себя и других прежде даже, чем кончится историческая кампания. Они ведь кричали, не забывайте мудрых исторических слов сверх гениальнейшего, это обязательно, хотя в этом меньше всего надобности, Сталина, но наша граница на замке, ее надежно защищают верные часовые и так далее. Это же самоубийство. В общем, многое мы делали плохо и за это сейчас отдуваемся. Я думаю, что не только мы немцам мозги вставим, но и некоторым нашим. Война нас многому научит. Алексей Иванович Зыгин погиб в 1943 году. Не зная, дожил ли капитан шестопал до наших дней, да и о многих других мне ничего не известно. Я писал в те годы, слов мы боимся, и все же прощай, если судьба нас ведет невзначай, может не сразу знаю я кто серый прохожий в дорожном пальто. Странно устроен любой человек, страстно клянется, что любит навек и забывает, когда и кому, но не изменит и он одному слову скупому горячей руке ржевскому лесу и ржевской тоске. Маленькая разодранная записная книжка. Многое стерлось, трудно разобрать свои каракули. Но вот четкая запись чужой рукой. Передать жене Кокорина, что он жив и воюет. И номер московского телефона. Не знаю, что стало с Кокорином. Даже не помню, где его встретил. Кажется, в редакции армейской газеты. А, наверное, говорили мы по душам у ржевского леса. Еще осенью 1941 года я начал писать для шведской газеты Гетеборгс Хандельстиднинг. А год спустя узнал от Калантай, которая была нашим послом Швеции, что некоторые мои статьи вывели из себя обычно спокойных, даже флегматичных северян. Но прежде всего мне хочется рассказать об Александре Михайловне. Впервые я ее увидел в Париже в 1909 году. На докладе или тогда говорили на реферате. Она показалась мне красивой. Одета была не так, как обычно одевались русские мигрантки, желавшие подчеркнуть свое пренебрежение к женственности. Да и говорила о том, что должно было увлечь 18-летнего юношу, личное счастье, для которого создан человек, немыслимо без всеобщего счастья. А познакомился я с Александрой Михайловной только 20 лет спустя в Осло, где она была полпредом. Хотя ей было под 60, я едва поспевал за ней, когда она взбегала на крутые скалы. Молодость сказывалась и в манере поспорить, и в мечтаниях. Было это в 1929 году, когда еще легко было испорить и мечтать. Меня поразила ее популярность. Многие встречные с ней здоровались. Мы зашли в кафе. Музыканты ее узнали и стали исполнять в ее честь русские песни. Политические деятели говорили о ней с почтением, а поэты и художники в волне не ждали, что она скажет о выставке или о книге. Александра Михайловна в беседах со мной иногда вспоминала свое прошлое. Она была дочерью генерала Дамонтовича. Ее мать родилась в Финляндии. Александре Михайловне было 18 лет, когда она вышла замуж за инженера Калантая, от которого вскоре ушла. Семейное благополучие не пришлось ей по душе. Она увлеклась революционными идеями, ездила за границу, стала социал-демократкой, встречалась с Лениным, Плехановым, Розой Люксембург, Лафаргами. В 1908 году царские власти привлекли ее к ответственности. Нашли в ее брошюре, посвященной Финляндии, призыв к восстанию. Калантай пришлось уехать за границу. Финны не забыли, что она боролась за независимость Финляндии, и это облегчило личные контакты в марте 1940 года, когда начались переговоры о мире. Я был в Сальше-Бадене на даче у шведского актера Карла Гергарда. Он рассказал мне, как ночью у него встретились представители финского правительства и Калантай. Другой такой умницы я не встречал, восклицал он. Обычно твердые убеждения исключают широту, терпимость, а госпожа Калантай обладала огромным тактом. В 1914 году немцы посадили Калантай в тюрьму за антимилитаристическое выступление. Потом она уехала в Швецию и нейтральное, казалось бы, миролюбивое правительство Швеции ее тоже арестовало и выслало. Калантай пришлось уехать в Канаду. У Александра Михайловны хранилась статья, напечатанная в газете шведских левых социал-демократов в июле 1917 года, где говорилось, что друзья проводили товарища Калантай, которая уехала в Петроград в тюрьму Керенского. Действительно, на границе ее ждал комиссар временного правительства князь Белосельский. Он сразу отправил ее в женскую каторжную тюрьму. После Октябрьской революции Калантай назначили наркомом государственного презрения. Она создавала ясли, отвоевывала для детей молоко, подготавляла декреты об охране материнства. Проект первого советского закона о браке был написан Александрой Михайловной. В нем, конечно, не было ни матерей-одиночек, ни внебрачных детей. С 1922 года по 1946 Калантай представляла Советский Союз в Норвегии, Мексике, Швеции. Почему я увлекся послужным списком биографии, казалось бы, достаточно известного политического деятеля? 60 лет Калантай отдала борьбе за торжество социалистического общества, а о ней мало что написано, меньше, чем о многих ничем не примечательных должностных лицах. Меня подкупал естественный демократизм Александра Михайловны. Она свободно, оставаясь самой собой, беседовала и с щепорным шведским королем, и с горняками. Познакомив меня с домашней работницей, она сказала, это мой личный секретарь. Обедали в посольстве все вместе, сотрудники, шоферы, работница. Калантай обладала даром воспитывать, и много молодых людей, работавших под ее руководством, обязаны ей своим духовным развитием. В 1929 году она мне говорила о том, что нужна современная форма в искусстве. Ее увлекали работы молодых норвежцев и мексиканцев. Ей нравился Ван Гог. В 1933 году мы разговаривали о литературе. Александра Михайловна удивлялась. Прислали мне два новых Чехова. В мае 1938 года, возвращаясь через Стокгольм из Москвы в Испанию, я нашел Александру Михайловну постаревшей, печальной. Она пригласила на обед посла республиканской Испании Поленсию, оживилась, когда Поленсия рассказывала о новых командирах, выросших в боях. Я тоже считаю, что еще ничего не потеряно. Потом Поленсия ушла. Александра Михайловна спросила, как дома? И поспешно добавила, можете не отвечать, я знаю. Когда мы расставались, она сказала, желаю вам сил, теперь их нужно вдвойне, не только потому, что вы скоро будете в Барселоне, а и потому, что были недавно в Москве. У меня сохранилось несколько писем от Александры Михайловны, которые я получил во время войны. писала она о моих статьях и мельком упоминала о себе. Работаю я очень много и дела большие. Такой у нее был характер. я бывал у Александра Михайловны в последние годы ее жизни. Она была частично парализована, но продолжала работать. С ней советовали сотрудники МИДа. Она писала мемуары для будущих историков, хотела рассказать то, что ей пришлось увидеть и пережить. Умерла она 80 лет от роду. Теперь нужно вернуться от большого сердца к мелкой политики. Швеция, как известно, во Второй мировой войне оставалась нейтральной. Однако правительство разрешило Гитлеру провозить через шведскую территорию войска и боевое снаряжение. Одним шведам это нравилось, другие с этим скрипя сердце мирились, третьи возмущались. Газета Гетеборгс Хандель Стиднинг была настроена просоюзнически и предложила мне присылать ей статьи из Москвы. Я понимал, что положение Швеции трудное и старался писать как можно деликатнее. Все же мои статьи вызвали возмущение немцев. ДНБ, Германское информационное бюро, сообщило, что на пресс-конференции представитель Министерства иностранных дел предупредил шведов, что статьи Эренбурга в Гетеборгской газете несовместимы с нейтралитетом и могут иметь для Швеции неприятные последствия. Некоторые шведские газеты поддержали Риббентропа, Стокгольмс Тиднинген, Гетеборгс Морген, Афтенбладет и другие. Особенно образно выражалось Дагс Эренбург побил все рекорды интеллектуального садизма. Незачем критиковать эту свинскую ложь и доказывать, что Эренбург пытается приписать немцам то, что обычно совершают красноармейцы. Господин Тегнер, редактор распространенной спортивной газеты Идротсбладет, бушевал, как будто он на матче футбола. Мои статьи, по словам различных болельщиков Гитлера, были связаны с потоплением в Балтийском море шведских судов, с замыслами русских захватить Стокгольм и с другими ужасающими вещами. Статьи, которые печатала Гетеборгская газета, попадали в нелегальную печать Норвегии и Дании. Это, разумеется, раздражало немцев. И Франкфуртерцайтунг писала, что все разумные шведы протестуют против гостеприимства, оказываемого кровожадному московскому провокатору. Газета ссылалась на путешественника Свена Хедина, который говорил о стверепости русского медведя и восхвалял одного шведа, записавшегося в немецкую дивизию. Выступил и человек, занимавший ответственный пост, начальник почты и телеграфа Андерс Эрне. Он опубликовал статью Илья Эренбург в Швеции, в которой писал «Попытка завоевать Швецию изнутри для включения ее в состав СССР». Это было в июле 1942 года, когда наша армия в Донских степях истекала кровью. В начале 1943 года в шведском журнале «Фольксвильен» было напечатано следующее. «Мы опубликовали комментарии Ильи Эренбурга к последней речи Гитлера. Мы опустили ряд мест, чтобы в статье не было ничего оскорбительного для главы германского государства. Статья не встретила возражений со стороны органа, контролирующего печать. Однако на следующий день состоялось заседание кабинета, который решил конфисковать все номера со статьей Эренбурга. Мы считаем это настоящим перегибом». Редактор Гетеборгс Хандель Стиднинг профессор Сегерстед мне сообщил, что хотя из-за цензуры ему приходится порой делать купюры в моих статьях, он меня сердечно благодарит и рад указать, что получает много одобрительных писем от читателей газеты. Калантай писала мне, «Вы ведь знаете, как в Швеции вас ценят и любят». В Москве я иногда бывал у посла Норвегии Андварда. Он был человеком приветливым, уютным. Мы с ним вспоминали норвежских друзей. Он знал о полемике в шведской печати и говорил мне, не обращайте внимания на директора почты. Он директор и только, а письма пишут обыкновенные шведы. Это хорошие люди, они знают о судьбе Норвегии, им больно, а иногда и стыдно. Пять лет спустя после конца войны я попал в Швецию. Был я и в Гетеборге, и в газете Гетеборгс Хандельстиднинг, не было там же профессора Сегерстедда, напечатали весьма нелюбезную заметку о сотруднике военных лет. Я не удивился. Я уже задолго до этого понял, что там, где все решает политика, память обременительный предрассудок. Зато я встретил в Швеции людей, которые поддерживали нас в трудные годы. Я ближе познакомился с Георгом Брантингом, которого встречал в Испании, с Мэером, со многими другими. Я понял, что норвежский посол был прав, в Швеции оказалось много хороших людей. Все они с нежностью вспоминали Калантай. Что же получается? Жизнь чужой страны напоминает темный театральный зал, освещает только сцену, а на сцене появляются актеры, исчезают, все зависит от событий, от конъюнктуры, от капризного характера режиссера, которого именуют историей. Когда Гитлер подходил к Волге, когда он был в Египте и прокладывал путь к Индии, в Шведском театре шла дурная постановка дурной пьесы. Вскоре ее сняли с афиши, красноармейцы развязали шведам языки. А в зале? В зале сидят рядовые зрители, они могут хлопать или свистеть, но вставлять свои реплики не в их возможностях, а когда порой они врываются на сцену, то трещат не только декорации, трещит и театр. Сообщение о конце Сталинградской битвы застало меня в пути. Вместе с фотокорреспондентом красной звезды Лоскутовым я ехал в Касторную. Настроение у меня было приподнятое. Ясно, что произошел перелом. Прежде приходилось верить в победу наперекор всему, а теперь для сомнений нет места, победа обеспечена. Морозы стояли сильные, начинался февраль с длинными метелями, с поземкой, которая хлещет лицо. А когда мы добрались до Касторной, был холодный ясный вечер. Луна обливала зеленоватым мертвым светом снежное поле, трупы и скромсанные снарядами, расплющенные танками. Мы постояли и ушли в избу. Утром я долго бродил вокруг Касторной. Немецкие дивизии, отходившие от Воронежа, попали тут в западню, и мало кому известное село стало сразу знаменитым. Перевернутые грузовики, затерявшиеся в сугробах малолитражки, опели, ситроэны, фиаты, на которых когда-то молодожены ездили к морю, итальянские автобусы с вырванными боками, штабные бумаги, куски туловищ, походной кухни, голова в шлеме, бутылки шампанского, портфель, оторванные руки, пишущие машинки, пулеметы, парижская куколка-амулет с длинущими ресницами и голая пятка, как будто проросшая сквозь снег. Зрелище убитого поражает даже на войне. Невольно задумываешься, откуда он родом, зачем пришел, кого оставил. И в этом чувстве нечто человеческое. Но в Косторной не могла даже возникнуть мысль о судьбе отдельного солдат. На час показалось зимнее солнце, и в его свете трупы напоминали восковые фигуры паноптикума. А снежное поле с ломом, с расчлененными телами, с черными дырами, макет давно исчезнувшего мира. Лейтенант дал мне хлебнуть коньяку. Мы сидели в темной избе, нагретой людьми. Все говорили наперебой. Лейтенант рассказывал, как за один день они прошли по снежной степи 30 километров. Бью и с ног валюсь, засыпаю. Я запомнил молодого капитана Тищенко. Все перемешалось, и он оказался окруженным немцами. Ну, что тут поделаешь? Окружили там их, а я гляжу, кругом фриц. Даже не знаю, как это мне в голову пришло. Наверное, с перепугу схватил одного за руку, говорю, молодец, что сдаешься. Гуд, очень гуд. Они руки подняли. У меня записано, старшина Корявцев попал в ледяную воду. Командир роты говорил, иди в дом, простынешь, а старшина отвечал, мне не холодно, злоба отогревает. У солдата Неймарка рука была перевязана. До войны он работал бухгалтером в Чернигове. Грязный, небритый, седая щетина. Он усмехался, говорят, еврейское счастье. А вы посмотрите, мне действительно повезло. Три пальца оторвало, а два осталось. И те, что надо, могу продолжать. И вам признаюсь, есть желание дойти до Чернигова. Я записал также длинный разговор с немецким разведчиком, офицером из штаба 13-го корпуса Отто Зингскером. Это был не молодой, не глупый человек. Вначале он мне сказал, я не ослеплен величием Гитлера, но я и не хочу его винить. Он стоит того, чего он стоит. Ему удалось пробудить в немцах национальную гордость. Это его заслуга. Плохо только, что нацисты часто мешают старым опытным командирам. Конечно, искоренение коммунизма или ликвидации евреев входит в программу партии. Политика меня не интересует, а жалеть население противника военному человеку не приходится. Война есть война. Но видите ли, насилие, грабежи, способные развратить любую армию, даже немецкую. Впрочем, и это не главное. Он замолчал, и только час спустя, отогревшись, выкурив несколько сигарет, разоткровенничался. Вы думаете, наша разведка не знала о ваших резервах? Да у генерала Штрома были не только номера ваших дивизий, но и данные о составе, о материальной части. Это старая история. Когда разведка сообщила о русских дивизиях возле Котельникова, дальше командующего армией это не пошло. Генерал фон Зальмут сказал, что в главной квартире не любит получать подобную информацию. Опасно доложить фюреру. Имя генерала окажется связанным с неприятностью. Есть, оказывается, закон ассоциаций. Следовательно, службу информации можно переименовать. Мы занимаемся скорее дезинформацией. Генерал Штром обманывает генерала фон Зальмута, тот генерала Кейтеля, Кейтельфюрера. Цепочка. На ней Германию тащат в пропасть. Мы пробирались дальше. И в щегры попали через несколько часов после того, как в город ворвались наши части. Приехали мы поздно вечером. Долго стучались в дома, никто не отвечал. Наконец, нас спустили. Сергей Иванович Лоскутов устроился у симпатичных стариков, а меня провели в комнату, где жила молодая женщина с сыном лет шести или семи. Мальчик проснулся, раскапризничался, требовал варенья. Мать взяла его к себе в постель, а я спал на диванчике. При тусклом свете лампочки я разглядел хозяйку. Хорошее русское лицо, печальное, усталое. Мне было неловко, что я ее испугал. Я сказал, что теперь ужасы позади, она отдохнет, успокоится. Она заплакала. Вот уже полтора года, как она ничего не знает о своем муже. Он летчик, последнее письмо она получила в начале войны. спрашивала меня, как его разыскать. Номер полевой почты, конечно, изменился, а она даже не знает, в какой он был части. Потом я уснул и проснулся от капризного голоса мальчика, который снова вспомнил про варенье. Я наконец-то увидел предмет его возделений, консервную банку с французской надписью. Хозяйка меня угостила завтраком, объяснила, «У нас много всего. Немцы побросали, а мы вечером подобрали». Я спросил, как держались немцы. Она сказала, «Сами знаете, разве это люди?» Я, к счастью, с ними не сталкивалась. Они разместились в хороших домах, а у меня, сами видите, конура. Сюда ни один немец не приходил. Мальчик ее перебил. «Мама, дядя Отто каждый день приходил. Он со мной играл, с тобой играл». Женщина густо покраснела. «Не выдумывай глупостей». Мальчик упрямо повторял, «Я не придумываю, дядя Отто обещал принести домики из шоколада». Женщина поглядела на меня перепуганная. Я сказал, «Не бойтесь, я не расскажу». И вышел. Эта сцена мне запомнилась. В романе «Буря» доктор Крылов ночует в маленьком городке и слышит рассказ мальчика о дяде Отто. Полковник мне сказал, что задержали предателя, полицая. В маленькой комнате сидел человек лет 35. Он приподнял голову и поглядел на меня тусклыми водянистыми глазами. У него был большой кадык. Он рассказал мне, что немцы открыли в щеграх курсы для полицейских. Там он учился. В общем, он не сделал ничего плохого. Он только написал коменданту Паулингу благодарственный адрес от выпускников. Теперь это припомнили. Безмозглость. Я никогда не отличался практичностью. Он начал всхлипывать. Струсил, а теперь свои бьют. Минуту спустя он вдруг осмелел. Нет, вы скажите, что я сделал плохого? Почему на мне вымещают злобу? Сказали курсы, я и пошел. Я в свое время десятилетку кончил, мечтал дальше учиться, а не удалось. Можете людей спросить. Я до войны выполнял ответственную работу, ни одного взыскания. Нужно учесть обстоятельства. Я первый радуюсь, что вернулись наши. Почему же на меня накинулись? Я не в Москве был, не моя вина, если здесь командовали немцы. В городке оставались деревянные домики. Хорошие дома немцы перед тем, как уйти, сожгли. В городском парке я увидел немецкое кладбище, длинные вереницы крестов. Люди рассказывали о пережитом. Партизаны взорвали мост, немцы тогда расстреляли 50 заложников, а весной на площади повесили 6 женщин за связь с партизанами. Когда их вели на казнь, люди плакали. Одна из женщин, увидев нарумянинную девицу, крикнула «Стыдно быть немецкой подстилкой!» В буре я привел песенку, сложенную тогда в одном из оккупированных городов. Вы прически сделали под немецких куколок, красками намазались, вертитесь елой, а вернуться соколы не помогут локоны и пройдет с презрением парень молодой. Замучили братьев Русановых. Полковник сказал, что наши быстро продвигаются к Курску, дня через два-три, наверное, освободят город. Мы поехали по указанному маршруту и в Кассарже попали под сильную бомбежку, лежали на снегу, а когда встали, поле было в больших черных пятнах. Началась сильная вьюга, водитель ругался, каждый сто шагов останавливался, мы выходили, пытались угадать, куда ехать, дорога исчезла. Проехали мы десять, может быть, пятнадцать километров, потом машина завязла. Начало смеркаться, было четыре часа. Еды у нас не было, мы мерзли, мотор заглох. Одет я был скорее плохо, шинель, сапоги, перчатки вместо рукавиц. Настала ночь. Вначале я страдал от холода, а потом как-то сразу стало тепло, даже уютно. Сергей Иванович ругался, говорил, что как только расцветет, пойдет искать жилье, а водители и я молчали. Я не спал, но дремал, и мне было удивительно хорошо. В общем, я замерзал. Несколько раз в жизни я примерял смерть. Самое неприятное задохнуться. Однажды мы летели в бурю через Альпы, Корнейчук, Василевская, Фадеев и я. Маленький самолет поднялся на высоту четырех тысяч метров. Фадеев продолжал читать. Я увидел лицо Корнейчука и испугался, оно было зеленоватым. Я раскрывал рот и чувствовал, что дышать нечем. Когда проводница принесла подушку с кислородом, у меня не было сил, чтобы вдохнуть. Это было отвратительно. А вот ночь между Кассаржей и Золотухиным я вспоминаю с нежностью. Чего только мне не мерещилось. Кажется, в жизни я не испытывал такого блаженства. Шофер мне потом рассказал, что он тоже замерзал и тоже видел хорошие сны. А Сергей Иванович не хотел примириться с судьбой. Хотел нас спасти. Чуть расцвело он сказал, иду. И ответил, что это глупо. Поглядел, он тонул в сугробах, а я снова вернулся к своим мечтаниям. Смутно помню, как подъехали сани. Меня выволокли, покрыли тулупом. Сергей Иванович улыбался. Майор дал мне стакан водки. Я выпил и не почувствовал даже, что это водка. Майор покачал головой и налил еще полстакана. Конечно, выпей я столько, да еще натощак в обычном состоянии. Я лежал бы под столом. А тут мы закусили, и час спустя с офицерами артиллерийского батальона, сидя над картой, обсуждали, как добраться до Курска. Нашу машину дотянули до Золотухина, а оттуда по железнодорожному пути мы отправились в Курск. Летом 1962-го, после заседания подготовительного комитета Конгресса за разоружение, на котором представитель Кении объяснил пацифистам, что Мао-Мао не племя, а партия, мой сосед Базанов, скромный и вполне миролюбивый человек, неожиданно спросил меня, помню ли я, как меня отогревали артиллеристы возле Золотухина. Я и до того встречал Николая Ивановича, но не подозревал, что это тот самый майор, который лечил меня водкой в далекое февральское утро. Мне передали папку, на ней значится о пребывании на фронте Ильи Оренбурга, в деле подшито и пронумеровано 35 листов, начато 5 февраля 1943 года, кончено 20 февраля 1943 года. В папке сначала телеграммы, подписанные мной и майором Лоскутовым. Прибыли в Топаз, выезжаем в части, прибыли в Прожектор, выехали в хозяйство Черняховского. Телеграммы адресованы в Бархат, так называлась Москва. Прожектор, Закал, Топаз, Кадмий были штабами различных армий. После 6 февраля мы не подавали признаков жизни, и генерал Вадимов сполошился, он слал телеграммы начальнику политуправления Брянского фронта генералу Пигурнову, генералам Черняховскому, Пухову, корреспондентам Красной Звезды полковнику Крайнову и майору Смирнову, вызывал их по прямому проводу. Майор Смирнов резонно отвечал, очевидно, Оренбург застрял в пути, вот уже 4 дня сильная метель, дороги для проезда непригодны, но генерал Вадимов требовал, чтобы меня немедленно разыскали, он даже сполошил Любу и успокоился, только получив телеграмму «Прибыли Курск, штаб 60-й армии». В Курске я сел за статью. Впервые с начала войны в течение трех недель мое имя не появлялось в газете. Немцы пробыли в Курске 15 месяцев. Там я увидел, что такое новый порядок, о котором писали курские известия, выходившие при оккупантах. Я разглядывал людей, то оцепеневших, то возбужденных и говоривших безумолку. Были среди них и герои, и трусы, и мещане, приспособившиеся к мародерству, к спекуляции, и к стрельбе, к попойкам. Из рассказов вставала картина лихорадочной, бессвязной, да и бессмысленной жизни. В зале, где заседала городская управа, висел портрет Гитлера. Городским головой был назначен некто Смелковский. Я просмотрел его доклады коменданту города генералу Марцеллу. Голова трусил, юлил, старался доказать, что он предан фюреру. Открыли несколько предприятий, трикотажную фабрику, кожеренный завод, мельницу, процветали комиссионные магазины. Но душой города был базар. Там торговали сахаром, лекарствами, украденными у немцев итальянскими чулками, самогоном. Один дворник стал богатым человеком. Он донес, что в подвале прячутся две старухи-еврейки, вошел в доверие гестаповцев, получил хорошую квартиру и жил припеваючи. Один врач торговал на базаре с ульфазолом. Выпив, он говорил, а все-таки я не жалею, что остался. Конечно, немцы-бандиты, но разве я мог себе представить, что можно каждый вечер пить французский коньяк и дарить девчонкам чулки? Я познакомился с девушкой, бывшей студенткой пединститута, которая, расплакавшись, мне выложила все. Я вам доверяю. Я читала ваш роман про любовь, не помню название, какая-то француженка. Не знаю, было ли это с моей стороны любовью или просто увлеклась с тоски, но он не приставал, только целовал руку. Он очень хорошо играл на рояле, говорил про чувства. Никогда раньше я не слыхал о таких слов. Вот и растрогалась. А теперь расплата. Она жадно глядела на меня, искала сочувствия. Я молчал. Много лет спустя я увидел фильм Хиросима «Моя любовь». Молоденькая француженка во время оккупации влюбилась в немецкого солдата. Немцев прогнали, над девушкой издеваются, бреет ей голову, она похожа на затравленного зверька. Актриса играла хорошо, и мне было жалко героини фильма. Я долго думал о странностях любви. Почему же не нашлось во мне жалости к молодой курянке? Все было слишком свежо. Как раз до этого я разговаривал с учительницей Козуб. Я отправил рыть рвы, и немецкий офицер бил ее по лицу. Я видел другую учительницу Привалову. Немцы убили ее сына. Я разговаривал с единственным евреем, который выжил. Он лежал в тифозной палате, сиделки и сказали немцам, что он умер, а других убили в предместе щетники. Грудных детей ударяли головой о камень. Я чувствовал, что все во мне окаменело. Конечно, немец, в которого влюбилась студентка, мог испытывать угрызение совести, даже терзаться, кто его знает. Но мне тогда было не до странности любви. Встретив студентку пединститута Зою Емельянову, которая доставляла партизанам оружие, я обрадовался ей, как живой в воде. Записал «Зоя, вот комсомолка». Потом я иногда получал от нее письма. Мы разговаривали не больше часа, а она осталась в моей памяти человеком душевно близким. Я повидал и других смелых, благородных людей. Но, не скрою, мне было тяжело. Я знал, что население узнало всю меру страданий. Нельзя сравнить порядки фашистов в оккупированных городах Франции, Голландии, Бельгии с теми, которые царили в захваченных гитлеровцами областях Советского Союза. Несмотря на расправы, люди оставались неукротимыми, и, может быть, именно по этому примету благополучия казались невыносимыми. Мы все дышали тоской, обидой, гневом. Вот идет модница. Откуда у нее этот свитер? Чем торговал тот румяный, рыжевусый гражданин? Яичным порошком или сапогами, снятыми с повешенных? Потом я видел много освобожденных городов, видел и слезы радости, и могилы героев, и угодливые улыбочки приспособившихся. Я понял, что жизнь при оккупации была призрачной. Молодых мужчин почти не было, они сражались в нашей армии, непокорных убивали или отсылали на работы в Германию. «Снятое молоко не бывает густым», сказала мне старая женщина в Орле. Она скромно промолчала, что прятала в подвале своего домика раненого красноармейца, об этом потом мне рассказали в Горсовете. Курск я особенно хорошо запомнил, потому что он был первым освобожденным городом, который я увидел. В Курске я познакомился с генералом Черняховским. Он поразил меня молодостью. Ему было 36 лет, порывистый, веселый, высокий. Он выглядел еще моложе. При первой же беседе он показался мне непохожим на других генералов. Он рассказал, что немцы теперь жалуются на парадоксальное положение. Русские ударяют с запада, а мы порой вынуждены прорываться на восток. Иван Данилович говорил, в общем, они забыли свою же теорию клещей. Мы у них кое-чему научились. Будучи танкистом, он, однако, говорил, танки кажутся теперь началом новой военной эры, а это скорее конец. Не знаю, откуда придут новшества, но я скорее верю в утопический роман в том, чем в размышлении Деголя, Гудериана или наших танкистов. Учись, учишься, а потом видишь, как жизнь опрокидывает непреложные истины. При следующей встрече он заговорил о роли случайности. Я не знаю, какую роль сыграл насморк Наполеона во время решающей битвы, об этом слишком много писали, но случайного много, и оно изменяет данные. Это как с ролью личности в истории. Конечно, решает экономика, база, но при всем этом может подвернуться Наполеон, а может и не подвернуться. Несколько месяцев спустя, когда я его снова встретил возле Глухого, он говорил о Сталине. Вот вам диалектика, не теория, а живой пример. Понять его невозможно, остается верить. Никогда я не представлял себе, что вместо точных инструментов, вместо строгого анализа, окажется такой клубок противоречий. Судя по приведенным мною словам, Черняховский должен был быть мрачным, а он был весел тем неизбывным весельем, которым одаривает природа своих любимцев. Он и в Курске смеялся, шутил, вдруг вскочил, начал декламировать, нас водила молодость в садельный поход. Смеялся, если разобраться, глупо, а совсем не глупо, умнее любого курса истории. Багрицкий, говорят, любил птиц, но вы знаете, в Умане один старичок мне когда-то рассказывал, что царь Давид писал псалмы и кланялся лягушкам за то, что лягушки удивительно квакают. «Тоже поэзия». На войне Черняховскому неизменно сопутствовала удача. Конечно, он блестяще знал военную науку, но для победы этого мало. Он был смелым, не ждал приказов, и в трудные минуты счастливая звезда его выручала. В начале войны он командовал танковым корпусом, а весной 1944 года его назначили командующим Третьим Белорусским фронтом. Он первый вошел в Германию. В феврале 1945, когда я был в Восточной Пруссии в городке Барнштейне, Черняховский позвонил в штаб армии, звал меня к себе. «Скорее приезжайте, дело идет к шапочному разбору». Три дня спустя он был убит. Других генералов я встречал потом в Верховном Совете на приемах, на парадах. Кто умер в своей кровати, кто вышел на пенсию, кто еще служит. А Иван Данилович остался в моей памяти молодым. Под аккомпанемент орудий он повторял романтические стихи или делился умными и горькими наблюдениями. Вернусь к марту 1943 года. Наступила длительная передышка. Бои на Курской дуге вспыхнули четыре месяца спустя. Газеты были заполнены списками награжденных, фотографиями новых погон и орденов, статьями о традиции о гвардии, поздравительными телеграммами. По пути в Москву я заночевал в визбе где-то возле Ефремова. На печи сидел солдат. Разувшись, он бубнил. Идти да идти, ноги по колено оттопаем. А письмо я вчера получил, Бог ты мой. Я заснул, так и не дослушав, о чем было письмо. Впрочем, кто из нас тогда не писал или не получал таких писем? Суманским я подружился в начале 1942 года. Он жил в той же гостинице Москва, что я. И мы встречались чуть ли не каждый день, вернее сказать, каждую ночь. Я поздно приезжал из Красной Звезды, в два, иногда в три часа ночи. Константин Александрович в то же время возвращался из Наркомендела. Сталин любил работать ночью, и ответственные работники знали, что он может позвонить, потребовать материалы, справку. В июне 1943 года Уманский уехал в Мексику и больше я его не видел. Полтора года, казалось бы, небольшой срок, но время было трудное и хотя соль отпускали по карточкам, я могу сказать, что мы с ним съели положенный пут. Я сейчас задумался, почему я мало рассказываю о политических деятелях, с которыми по воле или по неволе встречался. Я ведь жил в эпоху, когда политика вмешивалась в судьбу любого человека, и часто газетные сообщения волновали меня куда больше, чем книги или картины. Скорее всего, я недостаточно знал различных людей, с которыми жизнь меня сталкивала. Многое предопределяет профессия, если она не вынужденная, не случайная. Конечно, у меня есть своя стихия, свои пристрастия, свое ремесло, но по самому характеру своей работы писатели редко бывают узкими профессионалами, они должны разбираться в душевном мире различных людей. Капитан Дрейфус был ограниченным специалистом. Он так и не понял, почему за него заступился Штафирко Эмильзоля. Для Михайловского Чехов был непонятен, а Чехов хорошо понимал народников или либералов. С Уманским я сблизился, потому что он не походил на большинство людей его круга. Он редко говорил мне о своем прошлом. Время было малоподходящим для воспоминаний. А между тем наши пути порой скрещивались, вероятно, мы встречались, но время стерло память о беглых встречах. Вряд ли дипломаты в Вашингтоне знали, что советник посольства СССР, а впоследствии посол, удивлявший всех своей молодостью и политической осведомленностью, в 1920 году написал по-немецки книгу, посвященную Ниверсальскому договору и не дипломатической блокаде, о живописи художников, привлекавших к себе внимание в первые годы революции. Лентулова, Машкова, Кончаловского, Сарьяна, Розановой, Малевича, Шагала и других. Константину Александровичу тогда было 18 лет. Его книгу, озаглавленную «Новое русское искусство», выпустило крупное берлинское издательство. Он увлекался конструктивизмом, и, наверное, когда я издавал с Лисицким журнал «Вещь», я встречал молодого энтузиаста. Потом Уманский много лет был корреспондентом ТАССа в различных столицах Западной Европы, и не мог я с ним не сталкиваться. Когда я начал работать в известиях, он был заведующим отделом печати наркомендела, дружил с Кольцовым. Не сомневаюсь, что я его встречал. В Куйбушеве осенью 1941 года мне его лицо показалось знакомым. Конечно, мы часто говорили о Рузвельте, Черчилле, об американских изоляционистах, о Втором фронте, но мы говорили и о множестве других вещей. Кроме своего дела, Константин Александрович любил поэзию, музыку, живопись. Все его увлекало и симфонии Шостаковича, и концерты Рахманинова, и Грибоедовская Москва, и живопись Помпеи, и первый лепет мыслящих машин. В его номере на пятом этаже гостиницы Москва я встречал адмирала Исокова, писателя Петрова, дипломата Штейна, актера Михоэлса, летчика Чухновского. С разными людьми он разговаривал о разном. Не из вежливости, ему хотелось больше узнать, разглядеть все грани жизни. Говорят, что эрудиция связана с памятью. Теперь на Западе в моде состязания. Человеку ставят публично неожиданные вопросы, в котором году родился Пипин Короткий, какие диалоги написал Платон, что такое векторное и тензорное исчисление и так далее. Редкие удачники получают большие призы, а проваливающихся провожают смехом. Люди, удачно отвечающие на все вопросы, обладают феноменальной механической памятью, но это не означает, что их можно назвать просвещенными. Память у Константина Александровича была редкостная. Вспоминал он то, кто его заинтересовало. В его голове был не каталог, а текст. Он блистательно говорил по-английски, по-немецки, по-французски, вручая верительные грамоты президенту Мексиканской республики, он сказал, через полгода я буду говорить по-испански, и выполнил обещание, поражал мексиканцев безупречным испанским языком. Разумеется, знание языка нужно для дипломатической работы, хотя в конце 40-х годов пост-посла частенько назначали человека, который не владел языком страны, где должен был работать. Очевидно, считаешь, что чем меньше он будет говорить с иностранцами, тем лучше. Но Уманский не только потому быстро обладевал языками, что отдавался своей работе. Нет, ему хотелось свободно беседовать с Паблоной Рудой, с Жанри Шаром Блоком, с Анной Зегерс, считать в подлиннике Поля Валерий, Брехта, Мачада. Он ненавидел чиновный дух, а приходилось ему слишком часто им дышать, вернее, в нем задыхаться. Иногда он не выдерживал, говорил «Снова неприятности, я предложил отступиться от шаблона и влетело. Пуще всего бояться новшеств, инициативы». Он рассказывал мне, как попытался в Америке изменить характер информации, ничего не вышло. Мы не понимаем, чем мы вправе гордиться, скрываем лучшее, заносчиво, как неуклюжие подростки, и при этом боимся, вдруг какой-нибудь шустрый иностранец пронюхает, что в Миргороде нет стиральных машин. Об американцах он говорил, способные дети, порой умиляешься, порой невыносимо. Европа разорена, американцы после победы будут командовать. Тот, кто платит музыкантам, заказывает танцы. Конечно, Гитлер не нравится рядовому американцу. Зачем жечь, если можно купить? Вот его логика. А расизмом вы его не возмутите. Не судите об американской политике по Рузвельту. Он на 10 голов выше своей партии. Как-то он сказал мне, «Моего босса рассердило, что мне не нравятся дома на улице Горького?» Должны нравиться. В другой раз мы заговорили о Пикассо. Константин Александрович его очень любил. Он сказал, «Я как-то упомянул его имя, на меня гаркнули. Он, дескать, шарлатан, издевается над капиталистами, живет за счет скандала. Почитайте такому товарищу стихи Шекспира по-английски, он скажет «Глематья, сумбур вместо поэзии». Помните слова Сталина об опере Шостаковича? А еще есть Жданов, причем их вкусы обязательны для всех. Случайно у меня сохранилось несколько писем из Мехико. В одном Уманске, говоря о новом после Мексики в Москве, Басольсе просит, вам стоит уделить ему время и не дать ему скиснуть в атмосфере московского дип-инкоровского корпуса. Не сомневаюсь, что беседы с ним на латиноамериканские, европейские и прочие темы доставят вам тоже истинные удовольствия, какими они были для меня на очаровательной родине вашего Хулио Хуринита. В другом он пишет «Посылаю вам каталог монографии Пикассо в связи с недавней выставкой здесь его картин. Кстати, американская таможня задержала на несколько месяцев его холсты, отправленные суда из Соединенных Штатов Америки, считая, что они, возможно, содержат нечто вроде тайного кода. Мне всегда казалось, что Уманский родился под счастливой звездой. Редчайший случай человека, которому было 37 лет, назначили на ответственнейший пост посла в Соединенных Штатах. Он пробыл в Америке самые горькие годы с 1936 по 1940. Может быть, это его спасло. Ведь на посту заведующего отделом печати его сменил Гнедин, человек умный, знающий, автор книги, памфлетов. И Гнедина посадили. Евгений Александрович вернулся в Москву только после оттепели. А Уманский уцелел, и его послали в Мексику. Он радовался. Новый мир, новые люди. Он был на редкость любознателен. Там он сможет проявить некоторую инициативу. Действительно, он пробыл в Мексике полтора года, и мексиканцы в один голос говорят, что он сделал очень много, пользовался большой популярностью, государственные деятели прислушивались к его осуждениям. И вдруг все изменилось. С неба ушла звезда. В июне 1943 года жизнь Константина Александровича надломилась из-за трагической и нелепейшей случайности. У него была дочь Нина, подросток, школьница. Она должна была уехать в Мексику вместе с родителями. Подросток, товарищ по школе, в нее влюбился. Узнав, что Нина уезжает, он после бурного объяснения застрелил ее и покончил с собой. Уманский обожал свою дочь. Только на ней держалась его семейная жизнь. Я знал, что есть у него в жизни большое чувство, что в 1943 году он переживал терзание, описанное Чеховым в рассказе «Дама с собачкой». И вот неожиданно разыгралась драма. Никогда не забуду ночи, когда Константин Александрович пришел ко мне. Он едва мог говорить, сидел опустив голову, прикрыв лицо руками. Несколько дней спустя он уехал в Мексику. Его жена Раиса Михайловна уезжала почти в бессознательном состоянии. Год спустя Уманский писал мне «Пережитое мною горе меня основательно подкосило. Р. М. инвалид и состояние наше намного хуже, чем в тот день, когда я с вами прощался. Как всегда, вы были умницы и дали мне некоторые правильные советы, которых я, увы, не послушался. Я перечитал теперь это письмо и напрасно пытался припомнить, какие советы я мог давать человеку, на которого свалилась беда. Вероятно, пытался его успокоить, обнадежить, не помню. В январе 1945 года самолет стартовал с аэродрома Мехико. Пришедшие проводить Уманских видели катастрофу. Константину Александровичу было 42 года. На траурном собрании в Мехико, посвященном Уманскому, выступили не только политики или дипломаты, но и самый крупный писатель Мексики Альфонсо Реес, актриса Долорес Дерио. Одна мексиканская поэтесса издала оду Константину Уманскому. Видно, люди искусства и там почувствовали в нем своего. Может быть, и об Уманском следует сказать, что он умер вовремя. Это звучит кощунством, но если я представляю себе его в 1962 году, то уж никак не в 1952. По возрасту он был чересчур молод для плеяды советских дипломатов, которых называли литвиновскими, но по информацией, конечно, принадлежал к ним. Одни из них погибли еще в 1937 году, а случайно выжившие оказались неудел, как ближайший друг Уманского, Штейн, или были отправлены Берией, далече, как Рубинин. На приемах в Мехико Уманский должен был облачаться в нововведенную форму. Я его в ней не представляю. Еще меньше я его представляю в 1949 году, в эпоху борьбы с космополитизмом. Впрочем, напрасно гадать, что с ним стало бы дальше. В дело вмешалась судьба. Несчастный случай или диверсия отказал мотор, отказала любимице Константина Александровича жизнь. Продолжение следует...